но запись пошла для тех кто записи смотрит это 21 часть трансляции пилос официально эти не отвлекает всячески евгения а зачем тебе телефон михаил иванович только название отлично мы продолжаем счет гифки по кадру выглючен бывает не переживай сейчас вспоминать будем там на каком-то пазли остановились прошлый раз решили его но это никаким видимым последствиям не привело что странно обычным долгая загрузка кстати и и так вспоминаем залы безмолвие мы сюда добрались снаружи через утесы аббатства совет богов нет это погребальные нам нужен white марш приливная волна и забытая армия белая кузня была восстановлена благодаря вашим усилиям в белом переходе наша задача узнать как можно отозвать армии делегации стал варта была преданная последовательница ондры это монахини как раз которую била себя прежде чем мы могли получить у нее какие-то ответы изучив душу я узнал что она пришла из аббатства павшей луны собственно где мы находимся и что аббат оттуда знает об армии и может отозвать из места которую назвал усыпальницей и может ее отозвать если смогу добраться до этого помещения то возможно мне получится остановить вторжение до его начала аббат также упомянул что никто вестник прилива придет ему на замену мы представились вестником прилива на первом кордоне и нас пропустили кстати поели вот канал для подъема здесь загадку решили но повторюсь никакому видимому эффекту это не привело далее мы зашли сюда здесь закрытая закрытая скорее все это шорткат будет сейчас еще раз сюда вернусь вы снова стоите перед четырьмя каменными панелями но не теперь в правильном порядке типа поставлены из глубин расселены слабо доносится беспокойное бормотание эти кельи закрыты тоже 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 здесь мы кстати встретили пум 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 фарентис так может что вспомним твой орден напал на меня мало кто из нас еще способен отличить друга от врага может и единственный кто все еще может говорить от нашего имени глубоко в сердцах они миролюбивы это их место они растерянны и встревожены пожалуйста прости хорошая речь попробую и повторить следующий раз когда меня поймает на месте преступления оглянись вокруг вы малого да закрыты здесь все годы определить мир ну это уже было так привет как тебе друид в пати он хорош друид очень хорош друид хорош во первых потому что у него разноплановый элементальный урон есть много ну есть и там огненный кислотный холодом дробящий тоже присутствует у него есть самоны у него есть личные ну не только личные бафы то есть он а он контроличный добавляет той же самой грозой очень хорошее заклинание а у е очень приятный у спулов чистый урон присутствует также в спулах он реально очень хорош я от него отказываться не хочу так и что должен сделать вестник прилива приходит на замену верховному аббату ритуал называется подъемом да на нас лежит груз стольких воспоминаний трагических и опасных бывает мы какое-то время живем наверху посвятив себя ондре богини их тоже весьма специфичные которые любят разрушать для того чтобы на месте ну короче стереть старое что построить новое а потом приходим сюда чтобы все забыть и вымыть воспоминания из наших душ когда процесс подходит к концу призывается вестник прилива те кто наверху полная вода они становятся малой водой это значит их приводят сюда в зал безмолвия ничего не понятно they are brought here to the halls of cyrus вообще проведение турнира это все все полуавтоматически делается на гг но в принципе mail мой майкер собака гудгим точка рона остался в принципе на гг можно без прав пользователя провести турнир форму цикла я использую дверь за моей спиной этом безопасно вот тут я взошел в эту дверь прошел все равно не совсем безопасно получилось потому что потому что я над копачки я наткнулся на на группу здесь полутал короче здесь я вроде все сделал уже вернулся скорее всего пойдем сюда может есть другое крыло а ой народу много здравствуйте оп верный мечик сотворяющий чары окей ой какая молния отличная зашла что вы там кастуете кажись кастует еще одного ешку что это заклятый враг а меточка пожалуйста бейте танк сколько влезет окей используем для начала заклинания которые которые являются бесплатными то есть которые мне и так доступны от боя к бою обер пусть стреляет пока что бах 92 сразу же просто сходу давай на дьявола и с короком повесим нашу обилочку народу много поэтому 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 это через shift это ты кастуешь ты давай взрывайся тебе можно сделать ну что не жалко скорее давай фаербол тоже бесплатный по сути а нельзя да надо стоять на месте очень жаль так здесь у нас что хорошего есть можно подышать ну я тогда немножко полиджину за задену но наверное пофиг ой ой есть клинки пошли и сейчас средоточение будет капать значительно интенсивней что еще есть давай вышками раз вот уже 75 такая халява вот эти вот сплы просто просто напросто кого там бьют а лота бьют да ну ладно вы что сейчас мы опрокинем скорее всего всех а конечно встанчик прошел защита от оглушения хотя бы на бобра нет давай лучше вот так сделаем сколько вам там 3 секунды плохо могут а лота прибить хотя там битый уже монах один и давайте сделаем все-таки молнию вот такую чтобы контроля было побольше а лот держись а он валяется просто 9 секунд нет вряд ли мы его спасем боберни а немножко подлечили хорошо можем сделать выведение наверное не стоит опять же лучше выносливость сюда зарядить бобер ну давай ну ё-моё ну пора же уже давай вот так вот оп уронили там осталось остался всего один человек из трех хорошо этот лежит можно выставить попробовать мне же еще этот арбалетик у бобра там продолжает накидывать 103 130 сосредоточенности 130 кастовать и кастовать можно 140 уже максимум 40 уже максимум 40 защита не нужна вроде как а еще разок вот 50-74 еще сам по себе может выстрелить разок бах 134 то есть бобер с этим заклинанием может ааа не испытывает вообще никаких проблем с средоточенностью то есть может вставать любое заклинание в том числе там за 70 за 80 практически нон-стоп так мы собираем что у вас тут маска отличное качество деньги особо не нужны но вдруг это заклинание есть 140 не максимум окей что это рагу опа ключ гребень волны взяли мне кажется здесь нужно будет организовать снова потоп какой-нибудь напрашивается вольфдарк привет так а здесь проникающий в разум опять же ай не завязывая их мне бы проконтролировать единственный минус это рейндж данного спула это реально надо надо некоторое время побыть рядышком с бобром все готово вон клинки поменялись как узел это становятся клинки можно сделать вот так например немножко выносливости выстрелить разок и вот уже 65 на руках сейчас повалятся все повалились получили урон и опять же с переоточностью уже 70 98 просто нон стоп а если будут довольно ну более серьезные опасные враги то на восьмом уровне делаем просто вот эту вот защитную паутину разумов и все на 45 секунд ты получаешь защиты у всех круче чем у танка твоего подтягивается защита под максимум который есть у любого члена пати халява еще одна группа побеждена и это типа максимальный уровень сложности без пятый без опции сейвами мы еще играем потому что первая прохождение но тем не менее если левел соответствует то и обузить если вот эту вот тему с более эффективными способностями то не очень сложно получается так выносливость довольно стандартный амулет сейчас я обшарю еда сапоги скорость перемещения плюс 3 это вторые сапоги подобного рода и привал вот привал нужен два привала всего лишь так а это куда приведет меня да и здесь я тоже не заходил давай-ка проверим по-хорошему надо обойти этот лавон понятно что мне скорее всего нужно наверх идти а нет зала присутствия это я вот сюда вот нужно а нет это это внешняя стена черт его знает нет короче пока просто осматриваемся просто осматриваемся что за статуя похоже заключенные под лед массивные кости медного цвета это часть бедер гигантского скелета с галочкой на отсутствие смси говорить о сложности ну да но вообще во второе прохождение можно если бы оно было можно было бы поизгаляться с галочками потому что основная сложность во время первого прохождения как раз в том что ты не знаешь откуда прилететь тебе может ваншот что тебе нужно будет в перспективе слепую конечно значительно сложнее проходить и очень было бы это долго феликс же брался и потому что понятно ты там играешь 10 трансляций ты там доходишь до определенного момента где тебе прилетает какой-нибудь скриптовый ваншот что ты не готов например к этой битве придешь к дракону как бы ты не знал что ну ты мог догадываться что там что-то есть но или натыкаешься на какого-то полубосса став п вот то есть ты выходишь в дверь и тут у тебя сразу сражение если нет сейвов то извини ты должен быть готовым ко всему поэтому ну фиг знает вот здесь хорошо бы сразу грозу сделать полиджина это же восстанавливает выносливость восстанавливает мы горим сразу же сейчас могут быть всякие сбивания с ног ошеломление и прочая хрень стан на бобре этот спелл очень хорошо подходит когда уже начинается кутирьма когда нет нет какого-то порядка в строю вашему в чужом то есть противники уже внутри и находится хаотическая сфера тейна которая скачет по 1 плюс 5 целей с уроном и всякими дебаф эффектами значительно эффективнее чем какие-то ауешки которыми ты своих можешь задеть ну или кстати можно стон курс юзнуть потому что плотность довольно высокая кстати стон курс наверное здесь даже и лучше зайдет не удастся хотя бы одного справы или сверху задеть нет ладно тогда сверху на троих всего стон курс попадает в текущей ситуации а этот 6 человек заденет добрый вечер пишет эндорфин есть вопрос а это нормально что кладка избран находится в перманентном состоянии загрузка уже второй день нет нет репортили начали трансляцию эту тему если честно что про второй день я не в курсе у меня все работает вот и массовых жалоб по этому поводу не было но судя по всему сегодня вечером что там нашли еще сверху еще подбегает один товарищ товарищ вообще если у вас есть вопросы относительно сайта лучше взять на саппорт или на мыло макер собакгудгейм.ру мы саппорт вместе с саппортом каждый день разбираем и подобные вопросы лучше туда а не на трансляцию по игре чтобы не отвлекаться от процесса я понимаю что эта проблема беспокоит но у большинства опять же наверняка все работает ты выстрел вообще нет ты валяешься что ли да 4 секунды сбить с ног ооооя яй 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 моставочку вызывать да вроде нет не нужно это сбивают нас с ног очень много контроля у них может у стойко есть что нибудь такое что ему скорее Это что? Символ Магран Он, кстати, не действует на врагов Ой, на своих Так что я поставлю символ сюда Ослепление может мне помочь Ждем Бобер вроде встает Ушеломление Есть, попал, Бобер Ну, хорошо Тогда мы попробуем опрокинуть, пацанов Очень долго заряжает, Бобер Очень долго Легкая О, сверх полетела, кажись Да-да-да, вон она скачет Паралич Точнее, окаменение Ослепление, оглушение Оглушение Это было после молнии еще Сейчас Бобер скастует Скастует, говорю, Бобер Его перебили Стойкам желательно бы восстанавливать выносливость каким-то образом Но это, кажется, не такая эффективная штука Оно останавливает медленнее, чем Чем на предыдущем левелем А, длительность Воздействия минус Вот еще в чем В чем фишка-то Минус пять Так, у тебя восстанавливаем выносливость Всем вокруг Люди упали Все-таки От чего, я не знаю Потому что Бобер вроде не кастовал Ни черта Но почему-то они упали Второе дыхание делаем Стойкам через шифт Точность, выносливость Еще разок на землю На землю повалили Но нехорошая защита Видите, под соточку у некоторых Так, от тыловых товарищей избавились Какая-то вероятность не вижу 58 58 Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей И сообщил Здравствуй, Михаил Привет Есть вопрос Так Будет ли продолжение Девинит Из БСП на Iron Mini? Вряд ли Фейрайт поддержал ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Здравствуй, Михаил Есть вопрос Будет ли продолжение Девинит Из БСП на Iron Mini? Наверное, это глюк Скорее всего, не будет Потому что Скорее будет Девинити второй Настойчивый вопрос Мне вторая вкладка Ну почему тогда с задержкой Это было Прикольно, прикольно Рой на скомых пошел А вдруг он два раза заданет Тогда два сообщения было Скорее всего А че стоит бежит-то Непонятно куда Еще символ Магран сделаю Да еще сферку Ой-ой-ой-ой Так, здесь нужно уже стягивать Уважаемые Тут новые подбежали Еще полдюжины врагов При том, что я с этими Еще не со всеми справился Поэтому лучше Здесь, наверное, сделать Вороночку Попробовать стянуть Подбегающих сюда Барсуков И... А, тут я своих задену Может, оленя Оленя в кучу Он сплэшит хорошо Ты пока попридержи Эту ауешечку Лучше, наверное, накинуть Сейчас что-нибудь Вроде Что у нас по эффектам-то положительным Преданность скоро спадет Ой, не скоро спадет Не хочу обычный бласт делать Это, кажется, слишком Слишком не очень Можно вот так вот сделать корону Исключительно за счет Для решительности винты А как стянем Там уже будет виднее Вообще, народу очень много здесь Я могу легко отдаться Прям изи Где стяжка-то, е-мое Вот она, пошла стяжка А вот теперь А вот теперь Давайте туда что-нибудь зарядим Хороший Например, чистый урон Ослабление Ауешечку Вот так вот Раз Стойк В данный момент А, он еще не скистовал Ну ладно, забей тогда на Вот магран делаем Еще туда, в кучу Чтобы только не ходить Вот так направо Два Олень сейчас появится Бобер, если выстрелит Попадет Средоточение Поувеличится Тоже туда что-нибудь Стреляй только Ну стреляй Ну бобер Ну ёпперес это 88 Вот сюда вот Его пробивают Попал вроде Да, 72 попал Можно попробовать Запустить Туда Дезинтеграцию Хороший Чистый урон И Ауе Дробящим Защита у них Против огня Хорошая И против Колющего А Дробящая Вроде не перечислено Главное опять же Выбрать такую жертву Которая Гарантированно Вот этого При смерти Который умрет И чтобы Сплэш действовал Дальше Так Ладно Хорошо Вроде все Каскуют Вот олень Появился Оленью делаем Сплэш Сколько он Работает 40 секунд Ё-моё После каждой Успешной атаки Ближнего боя Проводят атаки С нижним уроном По всем остальным Тут кучность Очень высокая Поэтому А потом Взорваться Можно если что Так Стоик Откастовался Можно сделать Еще что-нибудь Такое Типа Столпа С хорошим уроном С хорошей кучностью Вот так вот Скажем Ты раскастовал Оленя Давай еще Сюда чистого Урона Добавим Бобер Подстаном Ты здесь Да Не бей Лучше Лучше Этого Бобер Должен После Че там Взорвалось Олень Там Бьет Вот Бобер Пришел В себя Но После А Нет Все-таки Добили Того Упыря Может не выпендриваться И сделать Сбивание С ног С уроном По всем Потому что Если я Например Этого Взорву Короче не надо Тут и рейндж Хороший Всех заденет Прямо И контроль Это добавит Очень Необходимо В данном Случае Главное Успеть Скастовать Это делается Сбили Отлично Ну сейчас Должны Разлететься Большинство Должно Разлететься Потому что Сейчас будет Еще и Столб И Как там Называется Ну короче Еще парочка ОЕшных Заклинаний Должно Залететь А учитывая То что У них Там Тяжелое Тяжелое Ранение Ранение При смерти Вряд ли Большинство Переживет Просто Вряд ли Можно конечно Тут еще Чем-то Полирнуть Но нет Наверное Я просто Добавлю Урона Стойка Ох Там Так Замечательно Все Вон Умирают Умирают Здесь Один Два Три Четыре Осталось Три Человека Насколько Я вижу Этот При смерти И этот При смерти Так Олень Побежал Побежал Вот сюда Олень Как там Сбили с ног Минус Еще Один Странные Взрывы Происходят Это вроде Полиджина Взрывается Но не Должна Взрываться Негативно То есть Она должна Наоборот Выключить Все Минус Нули Ах Тут Еще Еще Да Это Если Я С парадного Входа Заходил Встретил Себе Сразу Со Всеми Этими Товарищами Скорее Все Мне Нужно Назад Возвращаться То есть Я Полутаю Этих Всех Красавцев Но Мне Вообще Внутрь Нужно Богато Богато Очень Я Еще Самонов Сейчас Не Использовал Там же Есть Отличные Самоны Это Тоже На Какую Более Серьезную Битву У оленя Френдли Файр Стоит Не Забывай Ой Я Не знал Если Честно Так Собираем Лут Можно Конечно Нога Огромного Скелета Отсюда Перебраться Еще Не знаю Стоит ли Забираться На стену И Разведывать Эту Тему Сейчас Пробегусь С ХП Проблема У меня Есть Два Привала Конечно Да Стоило Определенный Видите Тут Сундук С Не Самыми Полезными Вещами О Еще Один Привал Ну Все Точно Тогда Делаем Привал Здесь Восстановили Восстановили ХП Восстановили Заклинание И при этом Залутали Еще второй Привал Опачки Тут Кажись Тут Кажись Та же Самая Картина Что Блин И Патруль Патруль Из Одного Верного Мечника Кому Ты Верен Ой Там Ослепление Паралич Окружение Глубокие Раны Бедолага На это Не подписывался Это Все Отличного Качества Тут Такое Количество Бабла Итак Смотрим Поверхность Скалы Разрисована Похоже Четыре Панели Изображают Какую-то Историю Мы Уже С Этим Сталкивались Изучить Первая Панель Анту Конец Осмотреть Следующую Вторая А Понятно Это Нам Подсказка Типа Как Панели Внутри Расположить Вторая Панель Прилив Сейчас Пустыр Да Пустыни И Новый Город Понятно Ну Я уже В курсе По поводу По поводу Последовательности Необходимой Так Прежде чем Зайти в дверь Я лучше Проверю Здесь Еще Лут Я заметил Что ты Не стримишь Каждый день Нехорошо Нехорошо Я заметил Что ты Вообще Не стримишь Как так можно Я не представляю Абсолютно Вот Но я вообще Не стример Я Скорее так For fun Когда хочется Играть Тогда Стримлю Но На самом деле Стримы Ой Практически Каждый день Потому что Каждый день Я Как правило Играю Давайте зайдем сюда Это вроде как На этаж Повыше Ты же начинающий Как мантич Да Я Ну Продолжающий Скорее Так Мы здесь Были Только Когда Нас Вывели Вон В этой Локации На этом Ярусе Точнее Но эти Сразу же Меня Агрятся Гады Ешки Матрешки Столько Столько Смертников Ну Просто Жуть И главное Они лезут И лезут И лезут И лезут А че Бобер не попал Реально Бобер не попал Ну Наверное Соточка Защиты Дала О себе Знать Они неплохо Подконтроливают И справа Еще Подбегают И справа И слева Полиджина Сбили Тут Мне только 70 Средоточенности Мне бы хотелось Конечно 80 Но судя Кажется Если я буду Еще ждать Сейчас Когда Короче Надо кастовать Сейчас Надо просто Кастовать Давай так Так Меня тут Могут Опять же Позиция не очень Хорошая На старте Сразу же Так Ты справился Да? Ну Что с тебя Взять Давай Родины Насекомых Потому что Ренж Отличный Практически Весь 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 Экран Захватывает Так Ты тоже Стрельнул Молодец Давай Наверное Стоун Правда Они там Углушены И так Уже Тут 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 Это Хорошая вещь Ошеломление Тоже Ренж Прекрасный Отличный Дебаф Все Прокинули Товарищи Сейчас Будет Побольше Контролем Но Шанс Попадения Довольно Низкий Как я Погляжу Ай Алот Плох А что Сейчас Делал Алот А Ошеломление Еще Неск Ставало Почему Потому что Опять Забит С ног Защиты Такие Что Не Позволяют Так А может Ты сможешь Да Давай Так Очень Кстати Что Был Этот Привал У меня Мол Не Летает Я Преданность Как Выяснилось Или я Костановил Преданность Просто Не Из Этого Нет Я Не Костановил Преданность По Сути Ключевой Баф На Старт Охолоту Плохо Но Он Очень Быстро Умирает Если К нему Добираются Потому что Это Такой Персонаж Самый Самый Неживучий Мист 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 Мэднес Привет Тебе Так 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 Ладно Продолжаем Алот Надеюсь Успеет Второе Дыхание Сделать Но Оно Ему Сильно Не Помогло Как Видите Может Попытаться Отступить Ну Алот Елкишки Матрешки Вот Где Он Какого Хрена Куда Ты Побежал Вася Короче Раз Ты Там Взрывайся Просто Взрывайся Ты все равно Там Выживешь Будешь Жить Недолго Очень Недолго Боберна Стрелял На 70 Глядишь Да Упал Алот Ну С Ах Неправ Он Что Побежал Туда Просто Неправ И все Тут О Тут Хороший Спал По позиции Прям Очень Хорошо Зайдет И Подлечим Мы Оттолкнем Упырей Опять Запрокинул Молодец Стойка А ты Что Сделал Малое Заступничество Да Запилил Молодец Можно Попытаться Не попытаться Просто Воскресить Ашота Сюда Вот так Вот Закинем Тяжелая Присмерть Вон Отталкивают Врагов Отлично Все Алота Подняли Вокруг Него Довольно Большое Количество Врагов И Это 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 Не Обзорвалось Конечно Я задену Своего Друида Но Урон Огненный Правда У них Там Резисты Говорят Были К огню Но Этих Вроде Вообще Не Пишется К молнии Чуть Чуть А Давай Стонкурс Для начала Раз уж Тут такая Кучность Прям По четверым Попадем Оп Стонкурс Ненадолго Там 7 секунд 7 с половиной Секунд На трех И на одного Четыре секунды Все Теперь можно Спокойно Добить Все это Делом Желательно Опять же Да ладно Взрывайся Ты вот Отступи Потому что Можешь И Тоже Закинь что-нибудь Простое Туда Простое Препростое Науешное Быстрое Давай Оп Так Отлично Здесь Тяжелое Ранение Непонятное Тяжелое Ранение Наверное Бесплатный Блэсс Сделаю А потом Вернусь К добиванию Ой Ой Там же Стонкурс Я не пойму Как это Может быть Люди Лежали Лежали Люди На них Было кинуто Окаменение Вот на них Все еще Окаменение 2 секунды На одном 5 и 9 Секундом Другом Но Окаменение Не мешает им Добежать До Как это Что это за Как Или они Они типа Могут двигаться Но получают Попа Как Давайте посмотрим Что дает Окаменение Дает Заклинатель И гипнотизирующий Взгляд Вызывая Окаменение В область Окаменение Можно Почитать По Окаменению Если у вас В колонках Есть Слышится Как Мяукает Кот Это Это Котенок У нас На передержке Душа Временно Превращает Тело В неподвижный Ломкий Камень Воздействие Схоже С пролечом Но Атаки Наносят Урон Здоровью Напрямую Без Учета Выносливости Как Они Бегают Ох Какой Урон Аталота 140 130 Если бы Еще по Этим Двоим Попал Было Вообще Замечательно Но К сожалению Привет Лос Нин Лос Найт Лос Найт Тяжелое ранение Обычно Палочками Добьем Обычными Заглянаниями Они Превозмогают Да Уж Ну Бобер Бобер Кастуй По троим Ну По двоим Правда Минус Один Минус Два И Минус Три Еще Одна Группа Монахов Ни за Что Ни Про Что Умерла И Наша Задача Сейчас Посмотреть Что Это Вообще За Уровень Потому Что На Прошлом Вроде Бы Там Только Выходы Наружу Еще Один Привал Мет Привал Мне Кормят Я Не Против На Сом Деле Сори Что Не В тему Пишу Со Старого Так Как На Новом Не Могу Смотреть Стрим Трай Блоги Авторизован Ничего Смотреть Нельзя Принажать На Стрим Разлогин То Все Норм Что Как Быть Что Делать Первый Раз Подобного Рода Баг Если Разлогин То Все Норм Даже На Скидку Не Могу Сказать Что Что Такое Что Это Может Быть Я Бо Что Локально Искал Из Серии Поменять Браузер Посмотреть Как Работает В Другом И Не Знаю Может Что То Блочит Из Расширений С С С Сложно Сказать Так Ну Я Проверил Один Вход Один Выход Возвращаемся Назад С Рома Мозелла Пытался Заходить Все Одно И Тоже Винам Переустановить Рекомендуют Трисованы Смотреть Стрим Странно В любом случае Желательно информацию Аналогичную На саппорт Отправить И С как можно Более подробной Инфой Желательно Скринами Для того Чтобы было Проще Разобраться Так Тут Мелочевку В отличие От Тех Людей Которые Были На старте Уровне Ну А вот Все Рано Если Не Контролите Он Он Просто Лег Практически Сразу Два Удара С Вертушки Монахом И Все Это Тоже Защита С 97 Если Не Снизите Пролечем Ну Без Бафов Блэсов Всяких И Прочем Все Было Хороше Именно С Этой Ночью Странно Все Все Очень Странно Кстати Я могу Сделать Сейчас Наверное Еще Несколько Блюд Из Не 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 Могу Не Хватает Овощей Так вот Я Овощи Взял Как раз Поэтому И пошел Делать Потому что Помнил Что Мне Как раз Овощей Не Хватало Три Блюда Из Мяса Дракона Можно Кстати Указывать Какое Количество Крафтить В Левом Нижнем углу Там Количество Указывалось Пара Бутылок Бутылками Опять же Пользуюсь Тогда Когда Прям Вот Серьезно Какой-то Противник Еще Один Привал Да Вы Серьезно Не Буду Я Пожалуй Еще Один Ключ Кстати У нас Уже Два Ключа Один Использовали Заходим Там Внутри Мелькнул Кто-то Из Врагов Надо Надо Наверное Расположение Неправильное Сделал Для начала Здравствуйте Стоит 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 Наверное Отойти Поэтому Баффы Баффы На своих Дебафф На врагов Здесь Разберусь Все Без Заходите Хорошо О, там Локи Как раз Пробует Помочь Космикору Локи 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 О, нифига себе В комнате Сразу Семь человек Привходим И это Не финальное Количество Письма Ой Это будет Сложнее Гораздо Сложнее Поэтому Я в дверной Проем Проверенная Тактика Еще С первого Балдрусгейта Сразу Стяжечку Куда-нибудь Сюда Они пройти Мимо Не смогут Ее Сразу Давай Оленя Вызовем Бобер Стреляй Ты Не знаю Сложным Хорошо Стяжка Есть И вот туда Можно уже Закидывать Что-то Ауешное Это Раз Встречаем В дверном Проеме Наверное Бобру Я сделаю Сначала Дебаф Скорость Атаки Баф К себе Точность Через Шифт Блэс Альтернативно Молнии Пролетели Но это Ладно Что я могу Что я хочу Я хочу Туда же Ауешку Хорошо Парапапам Давай Отложенный Фаербол Скорость Атаки Понизили Вор Времени Работает На 83 Секунды На 50% Скорость Атаки Возрастает Это Поможет Генерировать Средоточение Тем более Что Дьявол Искорока Хотя Она прорвалась Все-таки Я думаю Что не пройдет Никто Кроме Кроме Танков Вперед Заработал Я Ошеломление К сожалению Давай еще разок Вот так И вот так Так Ой Там Хорошие Заклинания Залетают Тоже Такие Шестого Где-то Левела Или Пятого Тут Морозное Дыхание Которое У Алота Который Кстати Умер Здесь Накопили Средоточение Но Юзать На двоих Вообще Не хочется Блин Сейчас И бобра Отметелят Как больно Так Господи Уже Дьявол Искорока Минус Носом Возможно Стоит Ресать Кого Вопрос Только Может Повременить Я могу И полиджин Реснуть Например Того же Самого Дьявола Потому что Рядышком Находится А стойком Например Реснуть Ашотом Бобера Восстановила Выносливость Молодец Раз Два Тут лучше Что-нибудь Быстро Стоит Вот Такой Оп Да Сразу Двоих Разорвало Ну и дальше Разбираемся С остальными Паралич Раз Второй Уже Умер Нормально Возможно На обратном пути Тогда я возьму Привал И Добрый вечер Текна Кстати Добрый вечер И получается Я его Более эффективно Использую Так И третий Ключ Отпокоев Ключ Отпокоев Ловушки Вроде нет Открыли Защита От заклинаний Ерунда Еще Ботинки На скорость Перемещения Видимо Это чисто Такая Монковская Штука Рагу Так Вход Вход Здесь были Тут какое-то Здание Общее Наверное Побежим Наверх Мы Редак Ой Меня всегда Настораживали Такие огромные Залы Как правило Именно в них Происходят Ключевые Сражения Вижу Кто это Вот он Верховный Аббат Коота И у него Сразу Миньоны Так Пока не поздно Я пойду Сделаю Привал Потому что Если Мы тут Всех Убиваем Даже Несмотря на то Что он Зелененький Не факт Что Ну скорее Мы просто С ним поговорим А потом Все равно Придется Убивать Так Здесь же был Привал Где-то Да Вот он Поэтому Лучше Подготовиться А что за Ивенты Здесь В крепости Подбираются Дрейки Они скоро Будут Автоматически Пожалуйста Посетитель Сопровождает Валера Сопровождай Ладно С богом Наверное Я пущу Парламентера Танка Нашел О Ты совершил Ужасную ошибку Я исправлю Ее во имя Ондры Ну все Считаете Такой Полубосс Хорошо Что Только один У нас Пошел Ладно Моя задача Сделать так Чтобы Выходящие Справа Люди Не видели Нас за углом То есть По хорошему Мне нужно Вообще Встать За этим углом Вот так Вот Единственный Минус Заключается В том Что Когда они Прорвутся Они прорвутся Я буду Стоять Весьма Плотно Ай Все нормально Все нормально Начинаем Пока Раскастовываться Не дожидаясь Танка Это раз Сразу За Врагами Ставим Вороночку Прям Не Не Отойди Понеслась Бобер Стреляет Раз Учитывая То Что Не хочу Пока Олени Вызывать Давай Стандартные Вещи Пока Нет 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 Давай Грозу Дьявол Из корока Пошла Вот здесь Ее нужно Зарядить Сейчас Бобер попал На 8 Средоточение Короче Есть Я дьявола Из корока Бафаю Стоик Сделал Баф Первый Делает Второй Возможно Защита От оглушения Хотя Сомнительная Штука Ой Туда Можно Эту Стенку Поставить Стенка Радужная Как она Называется Стена Многих Красок Разноплановый Урон Разноплановые Эффекты Окаменение Доминирование Паралич Причем Длительные Длительное Воздействие Сама Стоит 12 секунд Ну и как бы Тут В чем плюс Стенки Она Дает И урон Причем Такой Раскиданный По разным Стихиям Какой то Там Додолжен Пробить Ну и Дает Еще Какой то Контроль Паралич Доминирование И что то Еще Там Третье Было Да Окаменение Ну правда Как показала Практика Прошлого Боя Окаменение Нифига Не контроль Товарищи Под окаменением Нормально Себе Чувствуют Бегают Так Дьявол Только Надо поближе Держать Пока Пока Бобер Не стал Меня Смущает Пока То что Полиджина Не сдерживает Всех То есть Тут Нужно Добавлять Сейчас Молнии Залетят Со станом Ну и Дьявола Надо Конечно Так Молнии Пошли Кого то Уже Оглушили Далее Скорее Всего У этого же Урон Больше Чем У Насекомых Чистый Урон 20 На секунду И Отслабление Испуг В случае Успеха Он Повыше Левелом Еще К тому же И Рейндж Поменьше Так что Скорее всего Он Покруче Будет Главное Что Полот Сейчас Опять Не Откинулся Там На всех Оглушение Сейчас Было Я Еще Не Вижу Босса А Лот Ну Что Такое Это Господи Он Упал Он Упал Опять Да там Два Монаха Рядом С ним Это Не Черт Возьми Полиджины Я его не рез Но надо Сделать Это Стойком Причем До Блэса Скорее Всего Да мне Эта Стенка Она Очень Помогла Там Бобра Уже Свертушки Убирать Пытаются Ну Бобер Что Что Ты Не Скастовал Опять Ну Ёшки Матрешки Его Опять Сбили Упреждение Видимо Сработало И Все То Что Звуки Пропали Это Норма Это Такое Бывает При Обилии Звук Такой Бак Любопытный Сейчас Я уже Сомневаюсь Что Нужна Стенка Потому Что Этих Товарищей Я Особо Не На что-то Более Массовое И Желательно Все-таки На контроль Так что Наверное Все-таки Это Будет Опять Хаотическая Сфера Тейна Причем Начну Я А Нет Это Это Вот он Босс Коота Стоит Вот он Как раз Алота Ты убрал Тогда Неудивительно Что он Расклеился После Пары Ударов Все Закономерно Весьма Он Продолжает Умирать Защита Следующим Ходом Скастовать Как только у нас будет Средоточение Может быть Давай вот так вот Сделаем Еще Да С бобра Сбили с ног На 5 секунд Ё-моё Вот хороший Бдительный Страж Заклинание Которое Будет Восстана Возвращать Короче К жизни Мне Не нравится То что Здесь Происходит О Может Оттолкнуть Подлечив Одновременно Кучность Очень хорошая Заклинание Подойдет Звука Нет Потому что Бобра Оглушили Вон там С вертушки Смотрите Прям Бах Был у меня Один Монг Такой Он тоже Ногами Махал Но как-то Не прижился Впать Ё-моё Сейчас опять Оно умрет У монг Ауе Хорошее И видимо Ошибкой Было То что Я так Скучковался Потому Ну Там Ни-ни 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 Да Парализованы Оглушены Ну Кто как Тут Паралит Сейчас Пропадет Очень быстро Возможно Стоит Снова Воскрешать Алота Может Не стоит Его Воскрешать Толка Все равно Нет Может Кстати Замедление Духа Скорость Атаки Вот так Полиджин Снять Ее удары Все равно Особо Не Не решают Здесь Можно Сделать Ужас По воле У них Резистов Особо Нет Будут Мазать Ну Есть Но Я их Пробью Точность Хорошая Я же Все равно Валяюсь Две Секунды Так Давай Там Мы Новые Подпишали Уже Господи Дьявол Искорока Вызывает А Ты Скастовал Уже Да Волну Что Я Могу Сделать Что Я могу Сделать Полезного Это У нас Что Колющий Урон Стена Лесом Идет Отскакивающий Фуэрбол Тоже Вряд Ли Блайт Особо Не поможет Нашиство Насекомых Хорошее Упреждение Дает И по своим Не бьет И ауе Хороший Давайте Его Заюзаем Бобер Вставай 07 Секунд Надо Так Тут вызвали Вермов Маленьких Это может Какое-то Время Нам Выиграет Даст Не хочу Тратить Воскрешение Полиджиновское Потому что О Вот Можно Кого-то Здесь Взять На танка Он Куда-то Вниз Побежал Нормально То есть У Алота Теперь Соседа Опасного Такого Нет Тут Такая Куча Мала Капец Если Пробел Отпустить И подождать Секунд Десять Я умру То есть Тут Без Пошаговости Вообще Никак Ну То есть Ты не успеешь Реагировать На Я По крайней мере Не успеваю Реагировать Так Бобром Может быть Сделаем Давай Сделаем Сразу Защита Это Реально Поможет Сейчас Вместо Фарма Сосредоточенности Вот Все Причем Он Кастует Моментально Теперь Наши Наши Защиты Вот Такие Вот Красивые 108 109 109 109 У всех Вне Зависимости От Ау А Лот Лежит Ну Это Понятно Можно Было Даже Полиджин Оружие Сменить До того Как Ну На щит Чтобы Еще Уклонение Было Повыше На 20 Окей Бобер Давай По Уязвимым По Наиболее Уязвимым Кто там Наиболее А Двойник 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 Все равно Урон Нанесем Все будет Только Бобер Перезаряжается Полиджина Вроде Норм Не Еще Засамоним Духов В кучу Мне нужен На лот Вот Чтобы С этой Массовкой Справляться Потому что Один Херавиас Друидик Не справится Скорее всего Идет Резурект Как я вижу Так а ты Тоже А ты Вызвала Уже У тебя Особо Нет Обилок Ты просто Бьешь И бьешь Молни Хорошо Работают Надо Наверное Обновить Будет Так Бобер Стреляет Цель Точно Двойник Точно Двойник 43 Я не знаю Генерится ли Средоточение На двойниках Но надеюсь Что генерится Эта штука Нам не подойдет Персонажи Для врагов Попадают По заклинателю Электрические Оглушения Попадает Нет Это не настолько Эффективно Против массовки Если бы он В куче стоял Это одно дело О Можно Засамонить Зов древних Тоже массовочка Чтобы была у нас Хайлайвельная Такая Тут Тут надо просто Чтобы нас было По крайней мере Не сильно меньше Чем Так Кажись Выстрел Подвини Нет Сейчас Только Выстрел Подвини Блин Как же больно Там народу Капец Вокруг И опять Этот верховный Аббат Раненый Пришел 43 У бобра Хреново Давай ужас Мне кажется Что бобер Тут не сможет Ужас Потом выносливо Скорее всего Придется юзать Призраки Пошли От Полиджины Так Полиджин Давай-ка ты Аббат Бей Да Бобра Запинает Просто Просто Запинает Так Алод вернулся Слава тебе Господи Нужна Какая-нибудь Щадящая ОЕшка Которая Не трогает Врагов Ой Вот это Вот Хорошо Кольцо Смерти Сейчас Прям Зайдет Во-первых Это Относительно Заклинателя Во-вторых Разъедающий Урон И своих Не бьет Вообще Так 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 Редко Кольцо Смерти Заходит Но Сейчас Оно Прям Вот В точку Потому Что Оно Заденет Большое Количество Врагов Своих Не тронет И В общем Класс Кольцо Смерти Пошло Ну Бобер Живи Живи Ужас Костуй Ужас Снизит Меткость Врагов Может Протянем Чуть Подольше Как они Перебивают Экосты А что Случилось Всех Сбили С ног Судя По Всех Сбили С ног Причем Капитально Кроме Дьявола Искорока У нее Есть Колечко Сыносвобок Короче Я Сейчас Умираю Внезапно Я Сейчас Умру Да Мне остается Алот Кто-то Сбил Всех С ног Хотя С другой Стороны Когда Нас Сбивают С ног Есть Несбитые Товарищи Типа Самонов Часто Переключаются На другие Цели И у меня Два Человека Еще Как бы Ну Они Да Так А ты Где Подруга Господи Как Тебя Туда Занесло Та Ё-моё Там Такой Хаос Творится Все Сбили С ног Еще раз Кого Я могу Контролить В принципе Алота И Ту Подругу Алот Скастовал Мне так Не кажется Он Не скастовал Почему-то Может Потому что Он только Встает Нет Бобра Продолжают Пинчить Ничего Не сделать Ну он Там Останется Ладно Алот Значит И ты Подруга Ты можешь Только превратиться Мертвый Не Они продолжают Бить Наш Все Пошло Облако О Бобер Пришел В себя Да Ладно Он Сбит С ног Но Собирается Скастовать Ужас Да Я Скастую Я не Против Может И Стоикс Скастует Нет Это Бак Анимации Был Что Происходит Вообще Непонятно Алот Собирается Скастовать Ослабление Затем Битой Битой Верховный Аббат Уже При Смерти При Смерти При Смерти При Смерти Если Алоту Удастся Еще раз Это Облако Скастовать То То Норм Тут Вместо Ужаса Лучше Второе Дыхание Глядишь За Три Секунды Я Еще Проживу 5 14 Выносливость Это Маловероятно Сейчас Остальные Пацаны Вернутся В бой Ой Это Кто Сейчас Делал Кто Восстановил Выносливость Алот Еще Разок Я Тебя Прошу Кастуй Старается Все Бобернули 2 секунды И Давай Ну Ё-моё Ты Там Ж Давай Эти Умерли Правда Там Все Умерли На самом деле Сейчас Еще 100 Икс Кастанет Восстановит Выносливость Двойника Убили Да Ладно Все Что Ли Ха Без Сознание Бобер Второе Дыхание Получил Парализуем Добиваем Изи Просто Разру Ой Рулино Почти Пыщ Пыщ Е Ну Было опасно Во-первых Число Могли Взять Во-вторых Удары Мощные Скорее всего Защита Подрешала Так Ну Уникальные Штаны Одеяние Вестника Прилива Вычет урона Это легкий доспех Вычет урона 7 Скорость Сосновления 15 Защита От завражения Дезориентации От доминирования И дает Мученика При потере Сознания Скорость Атаки 30% На полминуты Для друзей В радиусе 5 метров Класс Классный армор Такой ДПС Вариант С неплохим Вычетом урона По характеристикам И Как бы Ты по плану Еще можешь Свалиться Ну потому что Монах Сам по себе Он должен Раны получать Получать урон Для того Чтобы становиться Более эффективным У него Обилки завязаны Как раз На ранах И 30% Бонусов На полминуты Это Очень крутая штука Жалко у меня Монка нет Так и два ключа Гребень волны И с остальной Оплеткой Но нет Ой там были еще Кольца Ё-моё Я не посмотрел на кольца 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 Блин Скорее всего Отклонение Девяточка Кольщий урон Силы решительности Это старые К душе можно прикоснуться Сейчас пообщаемся с ним Мы вообще у него должны были узнать Как Душа верховного аббата Задерживается возле его тела Она излучает тепло Которое ощущаете только вы Потянуться к душе Вы выпускаете свою сущность вперед И когда она соприкасается с другой Внезапно погружаетесь в калейдоскоп Мгновений И ощущений из другой жизни Вы видите под собой Ярко светящиеся воспоминания Цепляясь за него И Втягиваете себя внутрь Вы спешно идете по залу Окруженному небольшими Запертыми на решетке Комнатами По ощущениям это тюрьма Но архитектура такая же Как у других залов аббатства Ваше сердце яростно стучит Вы приостанавливаетесь У ряда панелей С нероразборчивыми надписями Знаем где это находится Вы переставляете их местами Да И в стену въезжает потайная плитка Над этим местом Вы делаете странный знак рукой И перед вами открывается путь вперед Вот чего нам не хватало Чтобы продолжить Вы поднимаетесь по лестнице Беретесь за похожий на жезл предмет Прикрепленный к механическому устройству И давите на него Слышите далекий звук воды Вы снова падаете сквозь воспоминания Но резко и внезапно приземляетесь Возле ограды с видом на фасад аббатства Завеса воды перекрывает вход в арку Словно водопад без источника Вы смотрите на свою руку В ней лежит реликвия Которую вы вытянули из механизма Вы протягиваете руку вперед И вода отступает Образуя проход Пройдя в проем Вы полностью выходите из воспоминаний Вы возвращаетесь в том же направлении Откуда появились Вылетая вверх и прочь Из души верховного аббата Приливная волна Так Нужно забрать Свидетель Ондры Свидетель Ондры Это Крапила Редкое слово Которая исполняет роль Своеобразного ключа От устройства Управляющего потоком воды Через нижний этаж аббатства С его помощью Можно затопить Зало безмолвия Но также можно и открыть шлюз Чтобы Андриты Малой воды Смогли бежать Фарентис хочет Чтобы жрецы Обрели свободу Он сказал Что для этого Нужна определенная реликвия Которая находится В залах безмолвия И предположил Что верховный аббат Знает Где эта реликвия Находится Перед аббатством Есть Ну это мы уже видели Да Начало Конец Открывали Я смог заглянуть В важное воспоминание Верховного аббата В нем он показал Странный знак Перед четырьмя панелями В подземном проходе А потом забрал Реликвию В форме жезла На расположенного Рядом устройства Использовал Чтобы пройти Через завесу воды В помещении Вот нам придется Предстоит точнее Вернуться На прошлый уровень И Сейчас только посмотрим Что он тут хранил Наверняка есть Нечто ценное Ключ еще один Думаю мне не имеет смысл Осматривать До конца Этот левел Понятно что там Может быть лут Понятно что может быть Экспа Но что касается Экспы Не так уже Половина шестнадцатого Левела Это значит что Скоро будет достигнут Кап И Миш ты планируешь Вернуться ДДНГ плюс Да Я об этом говорил Неоднократно Планирую Эй куда Я хочу проверить Эту панель Этот вход Вдруг я замечу Сейчас рычаг Или смогу сделать Тот жест Который Увидел в памяти Этого товарища Сюда я хочу Проверить Подойти Возможно Возможно и Да Во Показать Знак Прилива Над скрытой Выемкой Вы Сгибаете Пальцы Так Как делал Каото И Заносите Их Над высеченной В камне Волной Затем Указательным Пальцем И мизинцем Другой Руки Вы проводите Дугу Полумесяца Землю Сотрясает Сильная Дрожь Отсюда Доносится Шум Бегущей Воды Нижние этажи Затоплены Получается А здесь Какой-то Проход Пошел С причала Рыбачил Апостол Андрей По воде Прошли Тут Шорткат Собственно Да Блин А монахов Внизу Все Гуф Получается Но они Все равно Так или иначе У-у-у-у. Жалко их. Делаю привал, потому что хп маловато. И проходим чуть дальше. Добрый вечер. Игра исключительно для поклонников такого жанра. Мир огромный, времени нужно на неё много. Сделана безумно качественная с точки зрения боёвки, графики, диалогов, музыки. И оценки можете другие посмотреть на метакритике. Там ее тоже... Ну и в принципе, то, что на игру насобирали, и пользователи довольны, это, наверное, самое важное, когда те люди, для которых ты что-то делаешь, они эту работу принимают, ценят. Да, для монахов нужно было найти шлюз, открыть, ясно. В эту глубокую полукруглую плитку установлен сосуд для разбрызгивания святой воды. Но в таком виде он больше похож на рычаг. Пип. Так. Передвинуть предмет к поднимающейся волне, передвинуть предмет к открытым воротам. Ой-ой-ой. Давай в волне. На грани слышимости до вас доносится журчание тонкой струйки воды. Постепенно звук нарастает и превращается в грохот ревущего потока. Ой. Что мы и этот даже затапливаем. Ой. Закрыть шлюз! Ё-моё. А-а-а. О-о-о-о. Ой. Человеческие голоса умоляющие, захлебывающиеся, что я наделал, кричащие гулко отражаются от сотен. Надо было сначала выпустить их. Но они нападали бы на меня, а сейчас можно полутать пока. О-о-о, отражаются от стен каменных залов, а затем наступает тишина. Машина со щелчком отпускает странный стержень, вы прячете сосуд себе в рюкзак. Какой жалкий конец подумать, только преданные Ондре безропотно делали это в течение ничьимого количества поколений. Ну да, тут периодически происходила смена такого, смена, не знаю, там, адептов Ондры. Ну, надо изучать, наверное, было это всё. Хорошая богиня, которая может взять и потом минуснуть всех последователей по... Так, я заполучил свидетель Ондре, с его помощью смогу попасть в усыпальницу. Может быть, здесь её применить? Опять же. Нет. Так, попасть в усыпальницу. Чтобы власть не задерживалась, не засиживалась на одном стучке главной ротации. Тут дело не во власти, ну, то есть, как раз тут наоборот, власть меняет всех последователей. То есть, минусуются те, кто на первом и на втором ярусе. Какая власть? Кто-то этот рубильник дёргает, правильно? Кто-то знает, как открыть этот проход. Это же делают не монахи. Они там, внизу, тренируются, молятся. Для того, чтобы в какой-то момент быть смытыми волной. И главное, этот монастырь ещё специально сконструирован для этих целей. То есть, всё продумано. Мне кажется, нужно расти месяц перед зарплатой. Да, грустные, грустные. Грустные шутки. Но, что же поделать? Опять кручу. Кручу-верчу. Народа не так много здесь, поэтому, наверное, сразу же будем опрокидывать. Ой, хорошо. Добро. Бобёр скидывает пацанов вниз. Делаем баф-де-баф. Я бы ещё вот так вот дыхнул бы огнём нашим друидам. Бобёр попадает на слабенькое. Потому что 56 точности. Ооо. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, работаем. Куча мала, ничего не понятно, что происходит. Ну, вроде мы выиграем. А-а-а, ну ясно. Я сейчас снизу двое приджойнились. Молодцы какие. Стойк, ну, ну, давай. Отлично, ещё сбили. Не хватает летности от бобров. Просто я многие, многие бафы кинул. Ну, не на него, в общем, я кинул. Многие бафы. Тяжёлая, тяжёлая, лёгкая, лёгкая. Ну, эти вообще здоровые. Да, на чёрт с вами. Так, давай-ка ты всё-таки грозу сделаешь, но очень помогает в плане контролем. Ищихеляются гады. Бах! Ну, вот понеслась. Да! Ой. Так, выносливость хряпнем. Негативные воздействия плюс восстановление выносливости. И, наверное, вот так вот ещё на всякий случай, чтобы не лечь. О, тут же точность хорошая, 83. Ну, как попали, там, пару бафов под... А, нет, скорее это из-за того, что на него действовало оглушение. Поэтому... Так, всё хорошо. Так, всё, 85 есть. Я, пожалуй, искостану на нашу подругу клинки, потому что народу всё ещё много. И сосредоточенности не хватает. Здесь делаем вот так. Стоик. Стоик молодец. У него нет даже опции, что он кого-то там с головы бьёт. У него всегда есть полезные заклинания. Всё, сосредоточенность сейчас будет побольше. А, лот, а лот, а лот. Давай ещё раз вот так вот. Всё, пошло, пошла сходность. 21, 48, 65. Скорость, кстати, там безумная. 76 и... Да, по возможности надо с неё и начинать всегда. Но она стоит дорого, поэтому... Но если скастуешь, то Рога просто... Даёт столько энергии, Бобрум. Ах. Ах. 35. Параллельно. 51. 61. 65. Изи. Хочу какого-нибудь серьёзного врага. Но, правда, мы только что с вами завалили этого полубосса, который в аббатстве главный. А у Мауа монах. Но в конце Вайт Марша нас обязательно ждёт гораздо более серьёзный босс. В прошлый раз это был, помните, дракончик, которого мы долго из мором брали, в общем. Так, что я хочу? Я хочу проверить. Тут закрыто. Открываем ключом. Осматриваем. У меня есть что-то вроде вот этой вот статуэтки, ключа, который можно куда-то применить. И что это такое? Что-то необычное. Сложность 9. Неплохо. Да. И здесь уникальная дубинка. 13.19. Воздействие при ударе. Преследование на 6 секунд. А, преследование? Повреждение 3. Урон и точность. Урон 45%. Точность плюс 4. Преследование это, кажется, марка, которая снижает защиту у цели. Но могу ошибаться. Потому что оно тут не отмечено как заклинание. То есть на него нельзя кликнуть. Очень странно. Коды повылазили в русской версии. Чувствую, что здесь будет ещё какой-то схрончик. Чувствую, меня подводит, судя по всему. Да. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ой. А кто там? Угу. Непонятно. Ещё одна группа в библиотеке. Наверное, стойком я останусь рядышком. Не буду. Так, а бобром сразу же, прям сразу же сделаю на... На дьявола замечательную эту обилочку нашу. Но получил стан. Для начала. Ну то ладно. Не отходи. Готово. Так, стойком назад. Он тут только мешает. Ему нужно кастовать всякие бафы. Всё. Позиция очень хорошая. Сейчас точность, выносливость. Не буду, наверное, делать какие-то сверхсерьёзные заклинания, потому что здесь и народу не так много. И сейчас сосредоточение будет... Много сбили. Правда, дьявола у нас с ног. Она прорывается. 48. Ошеломление. 74. Брррррррррррр. Гррррррр. 74. Отлично. Полиджин не проходит, но она и не должна подходить. Пусть она привел. Бивет. режет 60 опять счетом по всем она продолжает резать 17 37 62 6 нон-стоп человек идет вперед нарезает за видом под бешеным сосредоточением бобер еще подбадривает так валит всех на землю так два заклинания которые у меня есть набор отмычек как ты это делаешь досматриваю 12 часть думал часть бобра догонил факата это там уже 21 часть да да ну заходи на гг почаще там каждый день заходи и все и изи легко догонишь потом сам стримить еще будешь он фомби днем стримит вечером посматривает стримы успевает как-то и не только он так тут подъем наверное это на стену подъем это выход куда аббатство павший усыпальница вот нам сюда высыпальницу нужно кажется было упоминание усыпальницы как раз в контексте применения этого артефакта питон да работу найти не пробовали работа до работу работам кстати если среди слушателей есть толковые программисты приглашаем к нам на гудгейм пишите отправляйте резюме шишки на майкер собаку гим . у нас весело много интересных задач зерч подтвердит о привал еще один отличным классный выход только мне точно сюда прям вот точно вот была защита такая из воды в пасти стена стена воды и проход к черепу замерзшего этого великана что ли кто это был такой художники нужны нет у нас отличный ачивку дали голос из глубин открытое достижение а это черепушка летает это пэт консилота когда мага ты убиваешь у тебя будет пэт очень хороший прям прям ух этом заклинание свои три штучки сам по себе он неплохо бьет ага изучить череп богини которая покупает веру и скрывая секреты должны быть и свои тайны удивляться нам не стоит ну что тут о сундучок судя по трещины на челюсти ее вырвал из черепа что мощный удар опачки чешучит из доспех отличного качества ну ладно это это стандартная вещь и подъем наверх и сюда еще можно зайти я бы в башенку тоже зашел ладно давайте изучим череп сначала что это такое ооо между рядами кристаллов торчит большой кусок металла кажется его можно попробовать вытяните вытянуть господи вот вот пришел увидел и начинает сразу ломать не зная к чему это может привести я пока отойду видимо откроется проход вот дальше хотя нет он и так открыт и тут проход и там проход везде проход здесь скорее всего что-то может валяться ну стрёмно ломать правда ведь ну ладно вытащим кусок металла от вашего касания обломок металла начинает сиять оранжевым светом тепло поднимается по вашим рукам и обволакивает ваше тело вы будто таете тепло переходит в окружающие вас пространство мир становится сначала оранжевым затем желтым затем белым земля небо и все что вас окружает плавится и капает вниз собираясь вместе будто плавильном профиле вы и этот осколок последнее что плавится и стекает вниз завершая форму огромного молота о металл остывает также быстро как и нагревался рукоятку теперь сжимают две большие жесткие руки молот занесен над плечом широкий и пестрый словно вершина холма кузнец в замахе поднимает молот вверх и вы взмываете в чернеющие небеса вот стоило ли трогать а несколько секунд кажется вам столетиями вы успеваете мельком заметить скалу огромную словно луна да ладно это что вообще происходит она близко слишком близко к этому миру удар получается такой силы что разрушает и молот и камень скала от столкновения движется в противоположном направлении но отколовшаяся передняя поверхность начинает падать раскалываясь там где пошли трещины сотни тысяч осколков разлетаются во все стороны пылающие дымящиеся вот что я наделал обломки падают с неба море и суша кажутся такими далекими но приближаются неумолимо средь на море или посмотреть на сушу на сушу чем ближе вы к поверхности тем более различимы отдельные черты вы заключены в огромном булыжнике падающим среди других обломков поменьше загорающихся и взрывающихся во все со всех сторон под вами вздымаются заснеженные горы на них видны вкрапления городов из камня и адры удар при падении сметет их полностью е-мое на море крупнейший из обломков размером с город несется к поверхности а может это просто флешбек это же флешбек я просто прикоснулся да я не вы или я вытянул скоро узнаем несется к поверхности в в пламенном коконе касаясь его а края его постепенно обгорают и размер уменьшается стремительно но все же недостаточно быстро чтобы сгореть не долетев до земли он бесшумно падает в океану вдалеке подняв столб воды до самого неба и вызвав волны расходящиеся по поверхности океана как по ткани затем небеса сотрясает жуткий грохот теперь видна и растущая с каждой секундной течением вашего осколка вы вот-вот ударитесь о землю в последний момент чей-то гро огромный силуэт оказывается на вашем пути последнее что вы слышите гулки удар но вам это лишь кажется на самом деле вы слышите облегченный сдавленный смешок всего одно слово вовремя то есть это был флешбек да когда мы прикоснулись к черепу или к этому асколку увидели каким образом собственно прилетела даже великаном не поворачивается назвать этого человека это как какой-то бог что ли потому что его размеры впечатляют и в больнице узнаем да 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 вовремя вокруг все темнеет вы открываете глаза часть металлического молота вышла из кристалла теперь вы держите ее в руках она теплая на ощупь воздух вокруг вас внезапно становится беспокойным враждебным холодный влажный ветер хлещет в лицо крупицы соли собираются в ноздрях и в уголках глаз пол под вами становится сине-серым и приобретает стеклянный блеск он бурлит покачивается и при падении вы пробиваете поверхность воды волны яростно крутят и бросают вас что-то скользкое обивается вокруг ваших лодыжек хватает с невероятной силой и тянет вниз в вылистые глубины когда вас больше ничего не тянет вы оказываетесь посреди бесконечной синей бездны вы не видите ни поверхности ни дна похоже вы смотрите вниз но точно определить невозможно раздается голос который звучит со всех сторон при каждом слове вас ударяют волны колоссального давления лживая тварь осквернитель гробниц ты кто копает в поисках того что не погребал говори объяснись и предстань перед судом вот чего я это трогал так я ищу способ победить армию которая угрожает моим землям честный вариант умный я искал туалет умного последний же пятый вариант посмотрите господи обычно умные фразы они тут действительно умные а я искал туалет это какое-то вообще как-то нелепо это богиня я говорю богиня это ондра вообще внезапно ну ладно я искал туалет ты ищешь то что принадлежит мне то что было утеряно от силы от силы гневные тирады вас несколько раз переворачивает с ног на голову твои действия говорит сами за себя арсенал открыт кузня зажжена ты отпустил души которые скрывались от меня я не отпускал я всех утопил которые обворовали меня и избегали моего суда гномы сами а тех да я тех отпустил гномы сами выбрали свою судьбу кузне суждено было оставаться забытой да был грех я их действительно освободил в прошлом эдоне и вот ты снова не хочешь покоиться с миром я вообще такой живчик вода вокруг успокаивается и лоседает как медленный выдох постепенно проявляется обширный темный морской пейзаж который раньше скрывала взвесь взвесь господи даже слова такого не знаю взвесь это не глагол это существительное не взвесьте мне пожалуйста полкило там чего-то там взвесь господи даже прогуглить хочется вязь взвесь 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 просто взвесь взвесь а это просто вещество в взвешенном состоянии понятненько отлично взвесь ну муджи книжки надо читать вместо ффа согласен согласен но кстати в тех книжках которые я читаю взвесь нет господи господи что за неучил он написал господи что посмотрите что написал артур сначала он написал на транслите ну не успел переключить раскладку он торопился рассказать про то что мы не о чем потом написал фразу с тремя четырьмя ошибками но он написал нам ее вот съели красавчик арту зачет просто молодец вот вот правильно сделал все откуда то сверху пробиваются лучи солнца освещая зелено золотые колодцы водорослей которые поднимаются из глубин и раскачиваются взад и вперед под воздействием подводных течений рыбы и моллюски патрулируют их сбиваясь в стаи с сотнями и тысячами ближайшая стая пролетает мимо внимательно за вами наблюдая что значит суждено было оставаться забытой какая разница помнит о чем-то или забывает так или иначе останется в прошлом почему кости одного бога запечатаны в храме другого вот хороший вопрос кстати все-таки это был бог почему кости одного бога запечатаны в храме другого не пытайся обмануть бога хранителя я знаю что ты видел его смерть я чувствую когда у меня забирают что-то забытое обидон не заслужил умереть здесь это место меньшее что я могла сделать чтобы его останки покоились с миром меньшее что ты могла сделать меньшее что ты могла сделать из того как прервала его жизнь нам об этом на самом деле говорили еще до этого о бидоне о противостоянии с ондрой но в сюжет свет меркнет лес водорослей становится сгустком черных щупалец холодным и перекрученным хорошо что вы следите за сюжетом вы подсказываете периодически что происходит как чувство сожаления я позвала луну к себе Иони Братер Братер это противоречило его желаниям он не хотел прислушиваться к голосу разума не хотел слушать меня она голос разума ну так периодически людей топит в своем безумии он разбил луну на куски мы видели видение но это было этого было недостаточно самый большой из осколков все равно падал к тому что он хотел защитить в итоге он отправился на место падения и принял удар на себя но почему храм зачем такая секретность то время уже забыто поэтому его смерть принадлежит мне все чем он был до столкновения но ты убила другого бога уверен остальные но ты убила другого бога уверен остальные боги знают об этом уверенно бидон должен знать по заросшему водорослями дмину проносится течение от него растения наклоняются словно молодые деревья во время урагана вас относят назад в потоке растерянных рыб нет ему нельзя знать он не должен он не должен он не должен никогда узнать он не всегда был таким как сейчас он оставил не только тело внимательный ребята сюжет он посвятил себя прогрессу и трудолюбию с самого начала но так же он был предан и сохранению все времена он не мог ни с чем расстаться ничто не могло быть забыто его воля стала железный задолго до того как железным стало его тело сохранение потому что он зашел так далеко что он собирался пытался сохранить время закончил многое из значит его мной я не могу сказать тебе это смертный из опасения из опасения свести а свести свести на нет результаты этого доброго об блин этой дорого обошедшейся работы как я невнимательно читаю по твоим словам складывается впечатление что именно ты проявила рассудительность другие боги знали что нужно было делать но у них не хватило сил воли на это даже у богов есть свои привязанности стереть все знания о таком грандиозном событии потребовало бы немыслимых разрушений восточные земли архиплак мертвого моря мое решение было единственно возможным когда я позвала иони брата они промолчали даже абидон он знал что так было лучше он все равно пытался это остановить возможно глубоко внутри себя я знала что так и будет мне стоило ожидать этого и я могла бы это предотвратить я вообще ничего не понимаю зачем она призвала эту извините меня луну что пытался сохранить абидон почему другие боги не знают об этом просто убей ее восьми лут нет ребята тут явно все серьезно можно для дураков пожалуйста в чате напишите вот коротко чтобы хотя бы линия была понятна картина масломайкера сюжет да вообще сложно сейчас кто то напишет я подожду терпеливо о кофе пойми тут нет логики вв что концы сложно коротко она не права ну она же женщина в смысле она богиня убить будет непросто да и лута у богов обычно мало ну блин просьба равносильно напишите двух словах плэнскейп тормонд плэнскейп портис привет это божественные дела тебе не понять согласен хочу тебя сохранение потому что он зашел так далеко в противостоянии давным давно в далекой далекой галактике мы все мы согласились не изменять ход развития цивилизации смертных это я знаю по крайней мере напрямую если только не было иного выбора так в этом случае иного выбора не было он понимал это так же хорошо как и остальные но выступил против из-за чувства долга я обосновила это если бы могла но к тому моменту было слишком поздно я хочу спросить еще кое-что почему ты притянула Йони брата вот отличный вопрос великая дилемма любого бога насколько близким быть к своим подданным если держаться слишком далеко то они потеряют надежды слишком близко и это повлияет на рассудительность видимо обрушить камень на их голову это один из способов все исправить так она всех гуфал или только своих миньонов в храме у цивилизации должны быть приливы и отливы если дать им существовать слишком долго то их могущество или знание приведут к катастрофе ну более менее ясно то есть она действует в рамках своей как это сказать концепции бога ну вот именно ее бога она периодически разрушает было время когда мы позволяли своим симпатиям брать над нами вверх когда мы хранили воспоминания которые нужно было смыть прочь другие боги не решались действовать я сделала то что было необходимо без их помощи ты была слишком близко к цивилизации какой ты говоришь я говорю о том что забыто в тот день я потерпел неудачу но в итоге достигла своей цели я не буду вращать былое чтобы утолить праздное любопытство а во армия которую уничтожила гномов без глаза они твои отличный вопрос мы же сюда за этим пришли чтобы армию убрать то что отвергает мир я забираю себе на попечение даже если что-то заходит ему не грозит одиночество пока есть я отличный ответ на мой вопрос где тут вообще упоминание без глазах был вопрос армия без глазах твоих рук дело то еще раз ответ внимание ответ вот так бы экзамены сдавать то что отвергает мир я забираю себе на попечение даже если что-то забыто ему не грозит одиночество пока есть я раскрывает они были брошенными подкинутыми детьми сосредоточенными на цели у которой не было больше смысла я взяла их к себе дала им новое предназначение я не создавал их но да они мои отлично можно было взять два слова из восьми предложений предыдущих и в общем то ничего не изменилось бы кто создал без глазах если не ты возможно ты и сам догадаешься кости из металла рукостроителей Абидон кто еще если не Абидон мог створить таких детей они были его помощниками работали в Аоре ну неплохо он выплавил их кости в белой кузне вдохнул свой дух в них как меха раздувают пламя понятно теперь все но он уже давно покровитель прогресса в этом мире он постоянно оставляет что-то в прошлом Алан Уэй хорош что там с память прочти выше дворфики он все-таки попыталась в двух словах если кратко то он разобновление цивилизации гуфы и цивы империи Абидон был за сохранение всего прогресса передачу навыков поколения к поколению ясно что прямо противоречит постулатам мондро отсюда ссора понятно а зачем она сохранила вот этих чуваков вернула снова замочила бы их тоже хотя она их с другой стороны обновила полностью прошивку сменила и они пошли ладно неважно я позволяю ему передавать свое прошлое под мою опеку чтобы оно его не задерживало значит у вас с Абидоном особенная связь ммм наверное да но ведь боги всегда были способны нам намного большие свершения когда работали вместе рядом акула проплывает сквозь косяк рыбы и тот рассеивается пропуская хищника я хотел кое-что спросить о безглазах говори ты мне не все рассказала про безглазах верно? будь осторожен если пытаешься обвинить бога смертный окружающая вас вода вдруг становится ледяной вы чувствуете как она всасывает тепло высасывает тепло из ваших вен еще облеснем Абидон не бросал этих существ ты заставила его забыть их иначе он мог бы вспомнить как умер и что если это так и было от этого ему хуже не стало наоборот забытие снимает тяжелые ножи если бы Абидон все вспомнил это поставило бы под угрозу гармоничное существование богов не так давно конфликт между нами привел к катастрофе в вашем мире и смерти одного из наших память это всего лишь образ который мы создаем чтобы придать смысл настоящему хорошей мысли в нем нет ни правды ни смысла кроме того что мы сами хотим сами ему придаем память всего лишь образ который мы создаем чтобы придать смысл настоящему небольшое изменение в нем это малая цена за мир лучше так чем еще одна война рациональная нельзя его обманывать я не ожидал такого от бога честно это хрень если жителям ору будет лучше чтобы он не помнил то это главное лучше так чем еще одна война мир между богами уже и так хрупкий он не выдержит еще одного потрясения еще хочу кое-что спросить о восприятие 12 ты говоришь что с одной стороны тебе нужно было призвать ее не братр но с другой стороны что ты бы основила его почему его а не ее что ты бы основила его ради абидона давайте восприятие смерть бога это большое потрясение время в котором ты живешь полно отзывков этого события уверенно ты понимаешь ты сказала что симпатия не может помешать а как же твоя симпатия к абидону он заслуживал лучшего он единственный из богов действовал защищал свои убеждения о господи у меня голова разрыв как да я восхищалась им из-за этого ну гуфнула да ну молодец но это нечто большее думаю ты любила его воу воу движение подводного течения которое ритмично увлекает вас то вперед то назад становится долгим сильным как как вздох в общем какой вывод мы можем сделать женщины боги они как как женщины логика у них абсолютно та же конфликты странные поступки импульсивные очень сомнительная логика присущие тем и другим как то так что бы он для меня не значил этим не могло продолжаться долго как всегда наш долг перед иорой превыше всего я знал что он выступал против моих намерений что он хотел сохранить то что я собирался уничтожить я знала что из-за этого возникнет раскол который вряд ли получится исправить но я не могла и представить что это взойдет так далеко я не представляла что после этого я не буду узнать его таким каким он был если он не помнит о своей смерти почему не начать не начать с ним заново ой давай потому что из-за этого он может вспомнить ну ладно да окей нет смертный нам лучше существовать так как сейчас то что произошло однажды не должно повториться снова достаточно того что я проклята воспоминаниями об этом так хорошо спрашивай давайте сейчас мы сейчас мы во всем разберемся ребят во всем разберемся я хочу чтобы ты это звала безглазых наоборот смертный их работа должна продолжиться слишком многое было раскрыто пока они бездействовали они привлекли внимание как раз к тому что ты хотела скрыть в моих снах я видел как они уничтожают дирвуд те кто знал слишком много о белой кузне будут начисто смыты с лица эоры а потом безглазные снова уйдут на покой так они дальше пойдут это не какое-то одинокое племя гномов теперь в кузне приезжают отовсюду безглазые разорвут дирвуд на части это никогда не будет забыто да морская живность снует странно что она этого не знает морская живность снует вокруг вас и взад и вперед стревоженная и беспокойная даже если все так как ты говоришь сделать все равно ничего нельзя ну здрасте вообще отлично ну задача стереть из воспоминаний любого живого существа все что связано с белой кузней а мы там столвард восстановили торговые связи много людей все дела то есть реально нужно будет пройтись по по крайней мере до вяза близнецов точно по всему так и почистить а ей пофиг она у нее такая стихия безглазые не думают сами по себе у них есть только цель которая в них заложена они не остановятся пока не выполнят свое предназначение ну спасибо тебе за безглазых подруга они не свернут с пути ни для меня ни для кого-либо другого мне жаль охренеть ей жаль ей жаль ребята ей жаль если ты не остановишь это сделаю я твоя целеустремленность достойна похвалы но безглазых тысячи одной силы или удачи недостаточно мне нужен только дверной проем и тысячи безглазых ой ладно так помощь богу будет очень кстати но они не должны вмешиваться я воспользуюсь чем всем чем смогу это стоит мне жизнь сделать что должен агрессивный злой а давайте мы как бы агрессивненькая а чё она в ее стиле будем общаться это из-за тебя такие проблемы лучше предложи что-нибудь я постараюсь тебе помочь о видите чувствуете я запретила безглазым скрываться когда они в покое они собирались в полости большого камня отломившегося от ионии братра они он лежит в затопленном кратере известном как рубец кейр кейрона и еще знаешь что они обязаны ответить на зов молота своего хозяина услышав его удар они приходят на помощь понятно если тебе удастся забрать эту часть молота отсюда и перековать ее в кузне абиддона во что-то похожее на настоящее то возможно ты сможешь призвать их к себе но уничтожить их это совсем другое дело ну мы по крайней мере сможем их призвать и озадачить попробовать им сменить программу биос перепрошиваемся я знаю один способ но только из сердца логова противника и только с молотом хозяином в руках если тебе удастся сделать все это перековать остатки молота абиддона и принести его и в их логово я смогу указать тебе что делать дальше сразу нет никак не скажешь да вот будет лучше если ты расскажешь прямо сейчас знаете а то по списку просто приходишь сковал молотом выполнил квесты забрался на самую высокую гору там все что дальше она такая улыбается и говорит прыгай нет лучше с самого начала узнать ты не поймешь ничего пока не увидишь своими глазами смертной понеслась у нас теперь общая цель я поддержу тебя когда придет время мне она не нравится на нее рассчитывать это как-то ненадежно вообще о забудь это без глаза это не моя проблема пусть кто-то другими займется вообще отлично учитывая все то что узнал о них белой кузне о бобидоне будь уверен они придут с тобой окей даже общими силами всех армий восточных земель не остановить их подвижение а я рискну вместо ответа внезапно возникшее течение поднимает вас наверх плавно изменяющая форма и мерцающая снова на ртуть поверхность быстро приближается у вас насквозь промокшего выбрасывает на каменный пол усыпальницы вы хватаете ртом воздух так будто не дышали несколько часов приливная волна задание выполнено о 5к экспы перековать молотобидон все равно дали квест перековать молотобидон ондра краткое содержание диалога ондра сказала что без глаза собрались вместе во фрагменте ионибратр которые находятся в рубце кейрона и что это мой шанс и что это мой шанс их остановить если я смогу туда добраться но ондра посоветовала мне сначала перековать молот чтобы созвать их на погибель благодаря фрагменту молотаобидона из аббатства у меня достаточно металла чтобы выковать копию оригинала подходящую под размеры для представителя разумных рас он рассчитает что этого будет достаточно чтобы получить власть над безглазыми перековать я пообщался предупредила не остановится владеет общими знаниями не будут убиты жертв много в их число она считает что если я смогу молот безглазых их уничтожить в белой кузне в белой кузне смогу выковать фрагмент отлично но перед тем как идти в белую кузню я пожалуй попробую еще пару дверей открыть вот я здесь башенки не был она убивает сам самых сильных послушаешь ее гуфнишься она же баба хоть и божество а а а а а а а а сложно сложно когда организуете стрим с бони вашим в общем продюсером бсп я не знаю даже приехал ли комп к бсп стоп а как это серьезно я мог сюда прийти раньше ланок ланок всем кто присоединился к трансляции добрый вечер у нас продолжается серия попилась о фитонисе сегодня двадцать первая часть очко и мы проходим второй эдон white марш идем уверенно вперед здесь сюжетом нам заливают весь монитор но пока я сдерживаюсь теперь здесь проверим куда это мне отправят но тут прям к кузне можно сходить но я хочу comedian все да не могу прийти до этого поэтому здесь может быть что-то ценное а еще одном есть говорят что выходит совсем скоро то ли эдон то ли самостоятельная игра не кажется как эдон вот голлум на месяц забанил вас на это а зачем так долго голлум чего голлум не надо так у нас кажется разбану не работает болеен вас нормального пацана взял забанил голлум чего вообще голлум дневник верховного аббата 30 дней за сомнительную тему то есть там там не факт что спойлер даже был разбанная со старой версии работает там периодически подтягиваются прикольно старой версии еще живет какая воля к жизни а тиране если ты проиграю то тиране там пока только 25 часов может все донами добавить еще разберемся горит голлум все нормально так давайте тогда переплавлять уже этот заслоны поломали отправиться прямо к кузне в арсенал дургана дивинити оригинал синс бсп пиндос мы скорее всего не продолжим мы скорее всего будем играть в дивинити 2 но когда она выйдет белая кузня вспыхивает невероятным жаром который обрушивается на вашу незащищенную кожу фрагмент молота в ваших руках становится теплым словно узнав это место он намного меньше оригинала но металла достаточно чтобы создать подходящий вам по размеру молот в этой кузне фрагменту можно придать нужную форму вы воскрешаете в памяти все воспоминания великом молоте образы объединяются и принимают определенную форму перед вашим внутренним взглядом вы знаете каждый изгиб каждую гравировку смотря на бесформенный комок металла вы уже видите что из него должно получиться фрагмент нагревается медленно даже белой кузне и быстро остывает когда вы обрабатываете его на наковальне я оказывается кузнец внезапно димка бы одобрил стекающий пот уже образует лужу в ваших у ваших ног ваша рука тяжелее с каждым взмахом кузнечного молота вы поднимаете ее с большим трудом минуты кажется часами когда молота бидона начинает принимать форму звон вашего кузнечного молота становится знакомым этот звук вы слышали в своих снах с каждым ударом в вашем разуме вспыхивает образ сначала он расплывчатый но проявляется по мере того как молот принимает сходство с оригиналом со временем прорисовывается картина снежного пейзажа в центре которого видно кратерное озеро группы безглазых вон их огромное количество патрулирует его замерзшую поверхность там точно стелс будет это может быть только одно место которое описывала ондра рубец кейрона каждый раз когда вы опускаете молот часть безглазых приостанавливается поднимает головы вверх словно прислушиваясь к их удар кстати другой очень хорошая мысль может действительно я и есть обидон инкарнация после чего взяли тело наполнили и как раз сейчас вот роль свою выполняю кузню восстановил молот выковал но я с обидоном говорят уже говорил у дикарей блин такой поворот был бы каждый раз когда выпускаете молот часть безглазых приостанавливается и поднимает головы вверх словно прислушиваясь к их удара который доносит ветер когда проявляется больше деталей вы различаете другие ориентиры стал вард арсенал дургана и понимаете в какой части белого перехода находится озеро туда вам и нужно отнести молот наконец вы завершаете работу над молотом аккуратно выгравиваю выгравировав зубилом последнюю деталь как только вы вырезаете последнее углубление молот начинает пульсировать чистый сильной энергии похоже на механическое сердцебиение молот неописуемо великолепен по своей форме весу и внешнему виду уникальное оружие щас прикрепим его кажется что металл исполнил свое предназначение в этом предмете вы берете молот в руки и его сила волнами накатывает на вас сотрясает тело настолько сильно что вы чуть не падаете на колени дрожь проходит но прилив силы не исчезает волоски на руках встают дыбом в своих руках вы держите точную копию орудия бога один птилист дай мне этот молот на три дня и я вернусь самой большой туши медведя что ты видел аааа я повелитель огня банхаммер готов говорят да да это молот мои мечты банхаммер назовем его фылой ооо тут на поклон пришли дэйрен услышал достаточно с лестницы доносится да ладно опять ты с лестницы доносится не он френдли вроде звуки спора дэйрен быстрым шагом ходит в комнату скрестив на груди руки а венгра следует за ним это угрожает всем нам матриона матриона и ты сюда же груз наступает за дэйреном и венгре в сопровождении двух дородных огров откормились она права нам нужно сражаться вместе вы также замечаете адарика который следует за ними выпрямив спину и сложив перед собой руки венгра замечает вас и радостно указывает пальцем видишь дэйрен повелитель огня скажет тебе мы можем остановить их в воздухе чувствуется напряжение дэйрен резко разворачивается и обрывает венгру рубящим жестом велитель огня их видел ему лучше знать что что происходит вообще откуда вы взялись что-то убило целую группу охотников лесу их разрывали на части как кукол насекомых я знаю кто это сделал несмотря на уверенную позу его веки мельтешат и подрагивают словно крылья мотылька а на верхней губе блестит пот наверное что-то вроде тех существ что напали на мой форт Береган что-то неразборчиво говорит своим сопровождающим, и они возбужденно фыркают Я же говорила, все, что нам нужно, заманить их на расстояние выстрела, этих пушек Она ударяет ладонью о другую с громким хлопком Ты такая не очень Мы даже не знаем, что они такие Он закрывает глаза и громко выдыхает через нос Я знаю, я, повелитель огня Все поворачиваются к вам Ой, с чего начать? Если вы хотите жить, то заткнитесь, и с этого момента будете слушать только меня Ой, нет, слишком, слишком Так Это игрушки глупых и безответственных богов Боги послали их в виде наказания за ваши перебранки Не важно, что они такое, важно уничтожить все, других не остановить Начнем просто Их называют безглазыми Разрушения, о которых предупреждали меня сны Внезапно она поворачивается к Венгрии и к Дерриану А ваши жадности и безрассудства накликали их на нас всех Она расправляет плечи и скалит зубы Пристально смотря на двух жителей деревни Хотя и там вообще огры пришли Че она лезет? К сталвардским пацанам нормальным Ярость Мы могли вообще ее убить Но они там халпанули В одной битве Ярость источается из нее словно запах муксуса Мускуса Мускус Дерриан и Венгри отступают на шаг назад и готовятся к сражению с ограми То, что вы сожгли нашу деревню, делу никак не помогло Она свирепо скалится, обнажая острый, как бритва зубы Но вас напал не мой клан Да какая разница? Там у вас матрены и каждую неделю меняются Какая разница? Огры все одинаково воняют Так, надо их заткнуть О, во, довольны Вы все идиоты Раз мы солите древние истории Давай Они ворчат, переминаясь ноги на ногу И бросают грюмые взгляды Через некоторое время Береган снова смотрит на вас Отлично Внимание захватили Да еб, ПРСТ Я пришла предложить помощь своего клана Остальные удивленно смотрят на меня Белый проход, это наш дом Белый шелом уже много веков Мы защитим его вместе с вами Встреча по бокам от нее огра одобрительно рычат Мне не нужна твоя помощь Нет, ладно Очень хорошо Дипломатичность для огров не нужна Она достает древний перевязанный рог И протягивает его вам В своих мозолистых руках Паду его в любой части белого перехода И трое из моих лучших воинов придут на помощь Она планируется Твои битвы теперь и наши тоже И ушла такая Просто дала девайс Самон трех огров, видимо Огры не из племени этой Матроны пришли вообще Да ладно Там уже у них власть меняется И как именно ты собираешься с ними разделаться? Безглазые скрываются в рубце Кейрон Я отправляюсь туда Смотрят друг на друга, раскрыв рты Все знают про это озеро А тут еще никто не возвра... Она вдруг резко замолкает, удивленный раскрыв глаза Ооооо Тебе понадобится вся возможная помощь В моем распоряжении не такие большие силы, как хотелось бы Но железные цепы готовы Наши особенные орудия в твоем распоряжении Тех самых, которые ты бросил на стены арсенала? Да ладно Тут вспоминать опять будет Эти безглазые придут за всеми нами, если их не остановить здесь и сейчас Забудь об этом Ты не заведешь свою армию к нам в тыл Он смотрит на вас и кивает Че ты киваешь, Дерриан? Скажи ему Я сейчас ему... Я и я скажу ему Блин, агрессивно может уйти Объединить силы, два На его щеках выступают жевалки Пожалуй, это все он пинает, валяющийся под ногами камень Мы соберемся у рубца Кейрона и будем ждать твоих указаний Подготовься, друг мой Это будет великий бой Анарик слегка кланяется и отходит Вот, нормально Огры придут Этот с осадными орудиями Главное, чтобы еще Сталварцы не откололи, если кто там у нас остался из этих двоих То есть, как это неловкое молчание Венгер громко прочищает горло Знаешь, если у тебя получится подготовить эти дальнобойные пушки, то я смогла бы подсобить Она улыбается, в ее взгляде пляшут озорные огоньки Если чудовище уже в пути, то у нас осталось мало времени Куда они пойдут? Молот у меня и не стучал ничего Удачи, повелитель огня Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Было прикольно, что если озвучка повелителя огня была Знаете, вы вводите никнейм, а там генератор речи тоже в озвучку Я бы послушал повелитель огня каждый раз Повелитель огня А, там наверняка было по-английски вариант озвучки Вы можете призвать на помощь скалистых огров, воспользовавшись рогом Вы можете воспользоваться помощью рецераса, требующих с кипящей смолой И... Ага, способности Все способности у бобра, повелителя огня Где? Что-то я не вижу, а билок Может, как предметы О, кстати, молот у бидона Духовная связь Урон Хороший Легендарный Точность 15, урон 55 Сила плюс 4, ё-моё Двуручечка Ну, по-по-по-по-лиджине будет у нас молот А у неё спецификации вообще Там не пересекаются двуручные мечи, двуручные этот По-по-по типу оружия Понятно, что работают двуручные оружиями лишние А вот... Искатель приключений Что это у нас? Нет, это эсток Надо ей ещё любимое оружие взять, чтобы точность Да-да-да, я видел, что он привязывается Там как бы... По умолчанию у него мало обилок Ну чё, 4 силы, хороший урон, качество отличное Вот, но... Блин Если я возьму молот, я отказываюсь от защиты Да какие защиты? Успокойся Всё Переключаем Что нужно сделать, чтобы... Что, сразу прокачался он? Что за халява? Точность плюс 10, если противник безглазый Урон плюс 50 Если противник безглазый Даёт уничтожение безглазых при критическом попадании Ой, Полиджина Надо перекачать на молот Один за бой Оглушение на 10 секунд Трудобидона Дробящий урон, толчок Вешают усталость Причем Есть задача еще Уничтожить армию без глазных То есть он еще апнется, когда мы уничтожим армию без глазок, судя по всему Такая имба, посмотрите, какой молот, господи Как она его в одной руке-то держит Так, срочно полиджину перекачать, чтобы точность у нее на молоте была хорошая 98 будет точность по умолчанию А я могу его... Нет, как я его могу зачармить? Он же... Только разорвать связь с уникальным оружием Я могу арбалет на самом деле... Нет, не могу, он тоже уникальный Не могу это дочаровать Дорого? Можно Не надо перекачивать? Почему не надо перекачивать? А он без перекачки, он типа универсальный получается? Боевой молот Двуручный А с чего, искатель приключений? Боевой цепт тут Ну ладно, раз вы говорите, что не надо Я вам поверю Итак, по заданию У нас должно было открыться место сейчас, в которое мы, собственно, и направимся В Вайт Марше Вот он Рубец Кейрона Возможно, стоит привалиться Да нормально Сразу крупцу Кейрона А, все легендарки универсальны? Крутяк Так вот, почему у меня арбалет у бобра по точности не проседал Понял, спасибо Добраться до фрагмента Йони Братр Так, сейчас О, О! Сразу скрипт Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот он Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот мы И снова меня призывают исправить ошибки богов Это стало уже утомительным рефреном так и вообще я бы обошел скорее всего именно в этой локации есть что-то вроде такого босса потому что если смотреть на тот white марш что как раз белой кузне был дракон а в этой много неизведанного именно вокруг предполагаю что вот где-то вправо в левой верхней части будет что-то чья-то душа кстати валяется внизу а вы кто лагуфет лагуфет это у нас тоже признаки драконов правильным наверное неудачно ты здесь проявляемся но это вообще мисс сон на самом деле по по защитам просто просто забыть отлично блин наша подруга немножко нефти может переключить на на пистоль а там паралича будет много надо сейчас стойком сразу же превентивно скастовать защиту от пролеча там рожжевиков не так много уже 112 ё-моё что сделать давайте скорость атаки у них защита хреново без серьезного бафа уже 83 по точности это гэгэшечка дай ну подходим ребят подходим но бобертом полчаса перезаряжается бах сколько 99 и 6 взрываем стоит может сделать так ну это как раз лейминги по сравнению с безглазыми это никто безглазые вроде не очень высокой там их концентрация стремя это что такое а неплохой колечек скорость атаки не сильно штрафуется телосложение плюс 4 это серьезно повлияет на количество выносливости и и вычет урона плюс 15 процентов если да это хорошая тема надо взять надо взять танку возможно удастся и вместо какого-нибудь кольца ловкость реакции они не нот ловкость реакции эй я не только кольцо пытался дать стоять ну 322 выносливость вместо 310 не так уж много он 322 это сочетание мне нравится ту 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 что за душа кто бы это ни был он давно уже мертв остатки плоти почернели застыли от мороза коснуться трупа этот кратер беспокоит вас и ваших трех спутников он кажется каким-то неправильным оскверненным но жажда наживы пересиливает как я понимаю в этом огромном камне в центре озера может быть золото драгоценные камни что-то еще изнурительная работа заняло целую неделю но лодка готова пусть в ней есть небольшие прорехи но ее будет достаточно чтобы переплыть озеро и вернуться обратно вы отчаливаете от берега и ледяной ветер наполняет парус садон улыбается вам он больше всех сомневался что лодка будет держаться на плаву а еще через мгновение едва успев скрикнуть он исчезает когда огромное щупальце сдергивает его с лодки и затягивает под воду из воды появляются другие щупальца боссом пахнет воздух заполняет треск дерева лодка раскалывается на части вы без раздумий ныряете в воду и отчаянно работая руками и ногами плывете к берегу надея что ваши друзья делают то же самое тяжелые меха тянут вас вниз каким-то чудом вы добираетесь до суши вы слышите булькающий звук и подняв глаза видите одного из людей рыб логуфета который стоит над вами с поднятым копьем вы поднимаетесь на колени подняв руки чтобы показать что у вас нет оружия что вы не представляете угрозы логуфета снова издает этот звук стойте вы только начинаете говорить но существо уже погружает свое копье глубоко в вашу грудь к счастью агония быстро проходит и мир вокруг вас гаснет так щупальца у нас тут будет кракен или что-то похожее ктулку как кракен да кто-то кто-то такой кто обитает на дне морском вот мы и узнаем поэтому перед тем как идти вот в к этим товарищам я внимательно о мед снежный медведь михалыч давненько давненько тоже защита так себе на резистов вы 4 слабенькие защиты слабенькие сколько мне дала его там треть еще где-то третий бекан опачки перебраться сюда можно там другой стороне меня будут ждать сразу эти упыри лучше пойду поверху центр я еще успею сходить люблю боссов в этой идее тут они такие такие симпатичные правда драконы чаще всего поет качестве не всегда огромный огра медведем нежить нежить всякое тоже имеется с парализом кажется охранники да 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 но помню как как у меня пати ложилась из-за массового пролича там 4 ранджевика стоит сзади стреляет и все без я тогда даже защита от пролича не было такое при всем желании не мог бы это законтрить опа тут фанатики записались чего-то ребят вы вы откуда вообще странные какие очень странно друзья сверху еще спускается болен бобер попадает на попадает хреново ладно давай тогда у нас есть я пока бесплатно уронили у них видимо да и за колющего урона вычитывающий дико все можно по боевому псу шандарах на нем можно разогнаться очень хорошо если бобер конечно успеет бах вот 84 вот это другое дело просто стрелять в тяжу со щитом у которого и защиты высокие и вычет причем вычет по колющему и и базовые серьезные и по колющему 18 из пистолета с дробинками даже с учетом всех там навыков это не очень хорошо а тут 132 и и да и давай пока я все таки бафну вот эту вот подругу наверху явно не двоем ну бобер ну давай ну че ты делаешь ну почему ты не можешь ну я же давай 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 есть все сейчас пойдет генерация нормальная уже нормальный а только я не попадаю ни черта даже по лежащему сейчас уже попадая может этого тогда за братьям не лучше дождаться избить с ног бах 89 до он еще подходит другие тут лучше не не сильно жалеть это не ой 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 воздействие длительные дай хилу такую сделаем Все, сбиваем, стоп Требушет Что там? 50-60 Огненный слэш разъедающий, хромота Вот он, требушет с кипящей смолой Класс И еще урон 86 Это два между отдыхом Такая имба И АОЕ конский, сейчас можно всех своих убить Класс, мне нравится А еще же была одна Была еще одна билка Вызова Чего-то там Так, Бобер, давай-ка ты быстренько Сопил выносливость, вот так вот Оп, хорошо Так, тут сбиты с ног, ослеплены А, дьявол из корока просто не может ничего сделать Я атаковала все это время Вот это косяк Бах Сто тридцать сосредоточенности Лежать Кстати, у меня лег этот Друг Это плохо Это плохо, это плохо Я не кастую уже Ничего такого Думал сейчас Давай защиту повысим Ой, нет, это не защита Защита А, и он сразу Он прям молниеносный кастует Прям топчик Оп, вали Бах Опять 90 Опять кастуем Чувствуете Сайфер Какая имба При смерти При смерти Там сбивали с ног на 80 Ну, есть два привала Сейчас сейф идет Сейчас проверю подъем этот наверх Какой-то долгий сейф Да ладно Ловушка Ничего-ничего У меня механика Там 14 Пара драгоценных камней И все Какой-то алтарь Со странным знаком Тут еще Что-то вроде лагеря Штельгар Я проявляюсь По штельгару нужно бить Потому что у него Никаких защит нет Но опять Народу Жуть просто Сколько Это не очень Приятно Кроме секомых Бобер попал Опять же Надо Ой, а может Кастанем вот эту штуку Сейчас они соберутся Я Ой, куда же ты Подруга Куда же Назад Ой-ой-ой Ай-яй-яй Так, ты сюда Ты сюда Полиджина там В самой гуще Событий Здесь Ладно, подходи Ладно, подходи Вставал? Вставал еще Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Сбили снова Клиджину блин там монг с вертушки убирает так так бобер вроде скастовал да сейчас будет генерироваться у нас получше штальга расстреляем или фаерболируем да попробуем так вот сделать а где где экшен или он прилетит с задержки просто ой вот он прилетел до требушет попадает 13 критических убивает 1 74 40 76 до задела несколько наших бойцов бравых чушь поделать да бывает на войне как на войне несколько смущают эти упыри которые сзади находятся нужно сделать мануэлл какой-нибудь с выносливостью проблемы да и вот так вот тебе вы тоже достаете выносливость а не кставать какой-то блэс непонятный хорошо себе только не попал сбитый с ног при смерти при смерти при смерти хорошо здесь тоже никого не осталось а чего полиджи внутри напишет сюда этот убит второй тоже убит добиваем двух оставшихся я думаю что здесь будет привал в луте где-то здесь он должен быть по логике потому что битв было уже много сначала этой карты и ну кажется это логично 10 класс я пока выпадают только бутыльки стойкость реакции воли вот за колечко хорошие девятку ко всему силу плюс два перчатки а мы призывать великанов да мог она она же между отдыхами перезаряжается поэтому а кстати я не знаю как призывать великанов по идее должно быть такой же обилкой все мои стандартные второе дыхание здесь новых нет нет мне должны были дать рога но рога я на вскидку не увидел в инвентаре после собака есть а паладину вроде как труба у нее две обилки молота есть да но здесь нет ничего на призывание в сумке же смысле в стэше а вот он боевой урок у нее кстати есть сомоны а у всех здесь сомоны но можно спокойно заменить любых из полиджини отдадим вместо призраков конечно неплохие но не настолько о 22 привала как чувствовала все делаем привал наверное древние все таки я не знаю как классифицируется запомнил что еще один привал остался здесь само нас разные по силе здоровье да 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 так и есть а к чему они здесь любопытным опа нет это просто переход осматриваемся ой топает можно было мага 2 сомоны 2 же нельзя вызывать да здесь не пройти не в домике нельзя зайти там они бутафорские ну что судя по всему нам только в центр вокруг ничего такого опачки здрасте проявляемся свежий со свежими силами точность великолепная бесплатные заклинания используем собираем их в кучку что бобер тупил так этим товарищем я пожалуй юзну бесплатно вот эту вот ауешку классную по огню бобер попал с первого же раза соответственно так тут так тут так все готово скастовали генерацию средоточенности я даже наверно стрелять не буду потому что уже мне там хватило средоточенности 60 лет и она продолжает продолжает нарезать очень быстро очень-очень быстро этот майкл буфетов который не заметил не работает второй раз срабатывает все еще лежат разуплотнили отлично может пистолет тогда грейдануть я все равно с ним хожу давно проверенный такой боец эффективность непонятно качество ап на сюда превосходного но это даст мне 15 процентов всего свинцевый плевать да не не жать ничей 2 не хочется тратить здесь все таки эффективность против если это кракен то скорее всего это животное или это нет древние тандет или чудовище сложно сказать лучше дойти и загрейдить масса драгоценных камней я уверен что могу могу еще несколько это не нужно чаровать потому что она все равно использует чисто клинки другого типа а лот не сможет стойк не нужно разве что армор лучше грейд например полиджини она уже загрейдила восприятия не хватает максимально зачарован уже а на что я золотую чешую превосходное качество может он просто не помещается можно армор убрать штраф да вот это вот я шкуру путника и да давай скользко так повысится и урон повысится защита скорее от кол еще плюс 3 потому что он ренджевик в конце концов зачарованным фух а стей от сайт ой так тут наверное стоит сразу делать не уязвим не уязвим не уязвим я не знаю что по колющему урону у него бобер попал я бы пьявочкой вытянул у него защита для начала обязательно сделал бы спина это шо там бахно получилось а что я сделал то вообще я вытянул инту у него что ли нет что что я у него вытянул это стандартные вещи может точность ой жжет алота ну сейчас мы его выведем просто и все попаданием да как нифига себе а как а я охренеть он вообще тут что-то какой-то дикий беги подруги не не подбегай сейчас прям да стопе слышишь стойка куда ты вообще лезешь агрессивный стиль поведения тут явно не заходит да надо было парализовывать его на старте все ой нормально живем пока что и все что забыл про паралич хорошая же что-то правда о молот попал критом поли джина критически попадает по противнику причем результат броска 61 господи но это из-за паралича там защиты спали туда-сюда способность уничтожения без глазах все да ой щупальца это просто щупальца маленькая щуп ой 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 двое этих ой 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 бегите бегите никакие щупальца ой 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 стоп да какого как то пока то пока как 5 позиции вообще не айс пара 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 лечь так поли джина главные параличу на эту пожалуйста близки как любят говорить повежливее так и и что и все тихонечко щупиться там вроде критичный урон не наносит дьявол достается 18 отлично заряжай снова все изи два паралича давай там будут ваншоты делалось коробку превращать при 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 о все один минус 1 об на нет паралич даже не нужно обновлять вот этого можно показать щупальца да древний получается а еще прошел да вы шутите критулечка критулечка как же молод это щупальца просто щупальца понимаете просто щупальца так минус 1 обновляю паралич стреляем бах 127 у него защита только против дробящего хп достаточно много обновляем здесь двенадцать при смерти ты 4 секунды обновляем щупальца древняя посмотрел и вот корабль и которым говорили так дьявол из коробки ребята подтягиваемся подтягиваемся не тупим но если мы убиваем щупальца то значит значит где то есть собственно голова сменога или или кракен не знаю кто это же всего лишь руки визеешь эти вещи паралич просто разрывает а молоты какой классный а тоже в связке с пролечом понижаешь защиту соответственно благодаря высокой точности если на баф эти вероятность крита увеличивается значительно причем и все и что же на другом конце этой ужасной штуки да да мне тоже очень любопытно подходим там на входе было по крайней мере два врага как минимум тех которых мне показали security вот эти вот стоят я бы лучше кастанул даже меткость на поле джинал полегче помогу и сразу а их трое здесь и здесь строим четверо е-мое давай так вдруг пробьем я рассчитываю на поле джин но она валяется ой нифига себе копье прилетело посмотреть поле джин лежит а вот это хоп сверху но у них и копья соответствующие у ранжевиков смотрите какие огромные они у этих булавы вместо рук этих копья посмотри кораблик стида там возможно так бобер попадает еще разок это молот это кто каменолом а это кто тоже каменолом полежина вставай вставай пора и окаменение кстати на них ашотовская подействовала удар так себе не буду я наверное обновлять параличном а вот на дальнем пожалуй давлю и сразу туда поле джин и побегу побежал уже попробую добиться наверное все таки этого в этом жгут мертвый блин убили убили стал быть воскрешаем не нужен крит мне что на чтобы был крит нужно увеличивать меткость чтобы увеличивать меткость нужно восприятие решительность тинта но тут восприятие об нет немножко скорее все таки обычные блеса больше эффекта дадут там десяточку ту же самую может оленя тут олень же хорош а ну ясно бегай сюда тогда тяжелое ранение паралич паралич делаю тогда еще паралич так копьем томаты пригвоздили меня буквально второе дыхание о там убила полиджина и и иди сразу вот сюда вот полиджины бить те кто ай-яй-яй-яй извините меня тут убила меня тут убила немножко ну воскрешай его прошу тебя так давай вызови кого-нибудь тут нужно нужна нам помощь еще разок вот так вот ё-моё стойку прошу тебя на воскресенье спасибо раз на них работает паралич наверное нужно этого парализовывать обновить стойкам скорее всего надо нашу базовую вот эту вот штуку а лота ты можешь что у него по защитам не уязвим не уязвим беда огонь-молния огонь-молния ну и вот так все таки 0 секунд 1 секунда без полиджина было бы крайне сложно вообще крайне сложно все паралич есть давай полиджинка давай давай бей просто бей криту и все будет ок нет так да неуязвимы они к молниям хотя их обрушают периодически так бобер попал молодец 9 секунд 2 секунды обновляем а вот кританула убила все ей главное критануть главное критануть главное критануть попади сюда ты вот так копьем пролить 6 секунд а еще ваншот вообще прям топчик молот топчик и главное хорошо что у нее еще точность 112 плюс 25 паладин любимое оружие молот восприятие уровень 42 уровень и там отстойка еще принесли все минус 4 ребята справились справились security не без проблем но справились эти кораблик осмотрим овлов говорит о ого я стрим открыл да да тут тут прям эта старая рыбацкая лодка лишилась деревянных планок на носу выходит что есть смысл быстро или же неловко чтобы количество тычек увеличить скорее нужно персонально бустить мне кажется были бафы на конкретно человека тут кажется по защитам больше у бобра такие дефенсные варианты но есть устойка баф вот например этот силы восприятия вот топовый баф благодеяние заступника то есть и для танка вычет урона сила это собственно урон ну ладно восприятие десятка восприятия даст вам еще плюс 20 получается кажется по двойке дает но еще проще уменьшать защиту у цели тем же самым параличом теми же самыми блессами стойка которые там минус к урону дает или выкачивать пиявкой характеристики по двадцатке тоже или окаменение например кидается тоже ну хотя там больше икс 2 урон входящий найти кристалл в нижней части нужно в этой у меня проблемы со здоровьем есть определенные но привал делать я пока не хочу я помню про привал в запасе ну подвигаемся скрипт кракен да ладно надо было три щупальца всего лишь локон 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 и и онд в axes всего это не что иное sebagai как локоны Ондры. Перед вами они не появились в размере во много раз меньше того, перед вами они появились в размере во много раз меньше того, о котором рассказывают моряки, которым не повезло встретить их в открытом море. Ты хорошо постарался, раз зашел так далеко. Признаюсь, я сомневалась, что у тебя получится. Она холповать обещала, и порционно мне выдавать дальнейший план действий. Но я не хочу утешить тебя ложными надеждами. Впереди тебя ждет еще более сложное испытание. Нужно кого-то перепить? Если бы только речь шла о чем-то настолько простом. В центре этой скалы растет большой кристалл. Ты узнаешь его, когда увидишь. От удара по кристаллу вибрация распространится по стенам. При должном старании все вокруг просто обвалится. Безглазые будут похоронены под обломками. Конечно, если бить в одиночку, на это могут уйти годы. Интеллект. Но это если не помогут безглазые. Тогда ты знаешь, что нужно делать. Ударь по кристаллу молотом Абидона. Безглазые проснутся и придут на его зов. И тоже начнут бить по кристаллу. План. Просто план. Они соберутся вместе и сами себя похоронят. Я поняла, что лучше всего положить им конец, ибо в каждом из них заключена малая часть самого Абидона. После их смерти эти частицы и хранящиеся воспоминания в них исчезнут. Я не думала об опасностях, связанных с их существованием, пока на пороге моего аббатства не появился хранитель. Чего же мы тогда ждем? Подожди, ты хочешь, чтобы я разбудил еще... Это понятно. О чем ты умалчиваешь? Одного удара по кристаллу будет недостаточно. Ну, понятно. Тебе нужно оставаться там, работать молотом до конца, пока стены не начнут рушиться. Где-то подвох, кажись. По твоему плану я должен там умереть, а твои жертвы будут помнить, но твоя судьба уже решена. Лоу! Ах, ты смотри какая! У нас без глазами нельзя договориться, а от них нельзя убежать. Однажды настанет день, и этот день не очень далек, когда они убьют тебя и сравняют Дирвуд с землей. Ты видел, что они делают, а таким образом ты сможешь их остановить. Дело в том, что ты не зря помечен без глазами. Всем будет лучше, если виденное тобой будет забыто. Блин, она же меня не простит, реально. Я же по ее плану тоже должен гуфнуться. Может, полиджину реально... Надо же, как удобно. Поверхность водоема разглаживается, и на ней вы видите только свое лицо и лица своих спутников с тоскливыми и обреченными выражениями. Кто топает? Кто идет? Кто бежит? Коет! Тихо! А-а-а! Тихо! Ай! Заметил, скотина! Да какая... Короче, понятно. Сбили полиджину первым пинком. Он так смачно пинает прям. Она отлетает на 10 секунд. Убей, ваншотни. О, вот он. Чем она бьет, а потом срабатывает, а бил еще. Да-да... Мне не очень улыбается перспектива прийти и отдаться по плану богини, которая любит, в общем-то, жертвовать огромным числом жизней. Ё-моё. А-а-а! А-а-а! Там двое ранджевиков. Полиджина, давай-ка поскорее. Поскорее убивай его. Прошу тебя. О, есть. Пробежали, 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 пробежали. Раз. Давай второго мочи. Два. Сложная игра, сложная. Два. Здесь секунд три. Причем, именно она их убивает. Наши не успевают нанести столько урона, чтобы они легли. Реально плотно. А-а-а, не. А-а-а. Так, опа, с молоточком, туда-сюда. Когда левелап-то? О, еще не скоро. Ну, и это хорошо, что не скоро. Может быть, стоит уже привал скоро сделать? Проходим. Ой. Судя по отметинам от когтей и чешуе на краях этого бассейна, вы часто используете лагуфеты. Вы видите, что в глубинах холодных мутных вод что-то мерцает. А-а-а. А-а-а. Возвращаюсь сам. Вы погружаетесь в воду и сразу чувствуете обжигающий кожу холод. Ледяная вода быстро высасывает тепло из тела. Сама вода спокойна, но при слабом телосложении, погрузившись более чем на несколько мгновений, будет страдать холода. Нет. С телосложением у бобра беда. Возвращаюсь на поверхность. Телосложение... Оп-оп-оп-оп. I shall be discreet. Полит шея на нас телосложением, да. Никто. Да ладно. Телосложение у херавиаса лучше всего. Херавиас погружается в воду и сразу чувствует обжигающий холод. Это было к мерцающему свету. Холод, исходящий от ледяной волны, слишком силен. Херавиас тянется к источнику блеска на дне пещеры, но конечности уже почти онемели. А-а-а. Он быстро забирает сокровища, лагуфеты, в среди них разные монеты. Набор, на удивление, хорошо сохранившийся пластинчатых поножей. К сожалению, движение у тайника заметила группа лагуфетов. Теперь они подплывают поближе, чтобы узнать, что происходит. Итак, пластинчатые поножи фрисера. Спрятаться от лагуфетов будет сложно. Для того, чтобы попытаться их обогнать в воде, понадобится феноменальный атлетический. У него не то. Скрытности у него нет. Поэтому пробуем плыть. Он отталкивается от дна, ледяная пещера начинает плыть. К сожалению, обогнать группу решительных лагуфетов сложно даже при лучших обстоятельствах. Он вылезает из бассейна с ужасно покалеченной ногой. Из нескольких мгновений с проруби... Смотрите, какой красавчик. Выскакивает разъярённые лагуфеты. Добро. Добро. Майли все будет. Они же слабенькие. Добавим чутка контроля. Раз. Опрокидываем мелюзгу. Добро. Два. Наш парализованный кто-то. Ну, как раз из-за лагуфетов. Но те подстанены. Серьёзного урона не наносят. Умирают. Парализуются. Они не пробивают, по сути. Видите, по выносливости что-то не пробивают. Просто. Бах. 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 Хорош. Изейше, изейше. Что там у нас? Наручи, вот они. Нет, это отклонение. Там наручи были другие. Похоже на уникальные вообще. Ща найдём. Там было именно имя собственное в наручах. Я, правда, не встречал ни разу вообще наручи уникальные. Нет, просто отклонение. Уаа. А, ищи. Вещь, похожую на наручи. На-ру-чи. А, поножи. Поножи, господи, поножи. Какие наручи. Реально же, поножи. Поножи же. По-но-жи-же. Да, простые. Штраф к скорости с доспехов плюс пять. Учит урон и даёт дикий спринт. Класс. Персонаж не останавливается при выходе с боя. Это можно нашему друиду попробовать дать. Да, нормально. Будет там заряжать. Я слышал топот, поэтому, скорее всего... Не поножи, а поножи. 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 Слышите? Куда ты? Давай, 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 давай. Ребята, ваншоты им. Не попадает. Ну, в смысле, мне... Добавляем. Полежу. Родная, ну. Это из-за того, что я поленился с бахами. Наверное. Не сделал. Вот. Сработал там сейчас. Ну, да, стойком тоже. Халявные вот эти вот... Ауры прожимать, и все. Довольно резво мы по этой пещере проходим. Вижу дальше переход. Скриптик. О, вот он, кристалл! Гудит. Растет. Вайл, помоги мне. Есть ли какой-нибудь другой способ? Теперь было бы хорошо, что... Да. С крутого выступа открывается вид на широкий зал, который наполовину заполнен водой из озера. Мне нужно... Я думаю, надо сейчас уйти и сделать вот так вот. А белки у молота там оглушение на 10 секунд и урон. Так. Вы можете спуститься здесь, но склон кажется слишком крутым и скользким, чтобы забраться обратно. Ой-ой-ой, там точно будет какой-то босс. Потому что последний раз, когда я спускался, и мне говорили, что забраться обратно будет крайне сложно, это был 15-й уровень бесконечных путей, и там был адровый дракон. Дракон. Спуститься вниз. Ой, такое еще поле, что... Ааа, вот оно! Аааа! Здравствуйте. Кракен. Буквально Кракен. Смотрите, красавчик какой. Так, налоги собраны. Уберите мне вот это вот... Так, у него нет иммунитета к параличу. Передаем ему пламенный привет. Кракен, древний, древний, древний. А я как раз против древних и поспал. Имба? Имба. Это просто скилл. Не, на самом деле я по щупальцам поспал. То есть ориентировался на то, что да. О, я предлагаю сначала вызвать массовочку. На случай, если у него там будут, а у него будут, скорее всего, какие-то САМОНы, АОЕшки. Поэтому первое, что делаем, это вызываем... О, нет. Подбегаем танком раз. Всякую лабуду вызываем два. Лабуду три. Лабуду четыре. Атака пауков. И не только. Но главным образом, конечно, пауков. Скоробеев. Еще тут так. Они появляются практически молниеносно. Мы... Ой, сзади сразу у нас. Да, сзади. Побежали. Так. Щупальцы. Щупальцы появляются сзади. Ахтунг, ребятушки. Так. Давайте сначала совместим приятное с полезным. Побафаем тут стоиком ключевых пацанов. И убьем щупальцам. Для начала, как говорится, для разогрева. Для контроля я тут, пожалуй, сделаю так. Дьявол из корока начинает. Ты просто стреляй. Дьявола я обязательно сейчас раскачегарю после первого выстрела. Стойк кастует. Кастует же, да? Кастует стойк. У меня что-то не отображается, что он кастует. Кастует. Ты у нас, друг, что можешь сделать? Давай стонкурс найти три щупальца. Сделаем. Вот так вот. Бобер просто стреляет. Полиджин бежит вперед. Бобер попал. Попал прекрасно. Бафует дьявола из корока. И мелюзга побежала, побежала, побежала на врага. Возможно, стоит сплетануться. Кого-то из мелких направить прямо к нему, чтобы не кучковаться рядом с этим. Пусть они тратят время на... Здесь станы, окаменения работают на двоих. Так, окаменение, если прошло, давай, может, еще что-нибудь добавимся, да? Как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь? Да, надо добавить. А что? Давай вот так вот еще. Контроля побольше, чтобы не было проблем. Стоик скастовал раз. Ему нужно три ключевых с пыла, по сути. И потом закрепить это все дело. Возможно, возможно. После этого еще вдогонку бобру закинуть баф на скорость атаки. Бобер сам по себе заряжается сейчас от... Заряжает дьявола. Раз, все, дьявол пошел нарезать. И с этого момента бобер, в принципе, может идти уже на главную. Первое, что нужно сделать, это пьявочкой. Вытащить у него непонятно что, но мы вытащим, увидим, что вытаскивается. Все, здесь дьявол из корока и остальные будут... Блин, может, напоследок тогда его успеть вот так вот? Да, вот, давай баф персональный навесим, пока он не убежал окончательно. Здесь что? Давай чистый. По трем. Можно на себя скинуть защиту. Полиджина может вызывать уже Ограф. Обступили Кракена маленькие жучки-паучки. Отвлекают его, отвлекают. Пока главные пацаны разбираются с щупальцами и, ну, собственно, бафают. Так, а ты достанешь вообще отсюда? Бобер, подожди меня. Так, ашот. Ашот еще раз делает стонкурс. Потом вот так. Все, на бобра уже пошла там эта штука. Ну, в смысле, баф пошел. Будет, что их достанет. Да, достал. Сосредоточенность 95. Я сейчас приду, возьму пьявочку. Потом заимствованный инстинкт. Потом скорость атаки. Пропью скорость перемещения ему еще. А у него ее нет. Ну, ладно, мне и так хватит. Вот, и начну просто разуплотнять. Смотрим на характеристики бобра. 115 уже точность. Восприятие 30. Сила 31. Это только начало. Самое-самое начало. Так, а где у меня был... Нет, тут забей. Тут просто кастуй что-нибудь такое, что может... Ну, вот огнем, например. Пусть там резист к огню слабенький, пусть отскакивает. Блин, бобра бы еще закрепить, а. Ладно, короче, стойк пойдет к бобру. Через шифт. Просто скастует, скастовал. Пьявочка, давай, бобер. Давай, 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 давай. Все, пьявка пошла. Что утащили? Восприятие 40. 125 точность. Это тоже не конец. Дальше идет заимствованный инстинкт. Укрепляем, наверное, укрепляем уже у бобра характеристики. Продлеваем на 10 секунд их. Полиджина вызвала вообще ограф, нет? Заимствованный инстинкт прошел. Кажется, защита 172. Господи, да. Убрали защиту с него. Взяли себе. Осталось только... Только скорость атаки 50%. И все, можно бить. Еще добавим точности чутка. Так, все. Что там? 135 точности. Ах, ну давай паралич теперь все. И начнем пулеметить. Тут разобрались с щупальцами. Тяжелое. Надо, наверное, к ракену уже главной подругой бежать. Так, у бобра теперь еще 39 секунд 45. Вор времени 55. О, замечательно. Бафы, 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 бафы. Еще раз бафы. Стойка ты достанешь, да бобра достанешь. Сейчас пойдет паралич с крайне высокой степенью вероятности. С крайне просто. Он неповоротливый. У него понижены защиты. У него снижен один из атрибутов на точность, насколько понимаю, восприятия. Ну, с ракет, который вытянул. Баззербеатер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Микер, когда убьешь три щупальца, игра вылетает с критической ошибкой. А в окне ошибки написано, you show not pass. Баззербеатер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Микер, когда убьешь три щупальца, игра вылетает с критической ошибкой. А в окне ошибки написано, you show not pass. You show not pass. Дважды, да. Короче, вероятность попадания сейчас 87. После парализа будет стабильно соточка, потому что защита снизится. Я еще, наверное, сейчас обновлю верность для правоверных. Или как это называется? Парализ на 18 секунд. Все, можно убивать. Какой урон? Вот сейчас вот любопытно, какой вылетит урон. Еще я хочу попробовать его за стон курсить. Потому что могу. Бобер, давай. 160 просто. На, критом! А критом почему? Потому что... Потому что... Результат броска 95. Потому что точность 150. Защита у нее 53. То есть даже если ты выкидываешь ноль, ты все равно по нему попадаешь с критом. Получается так. Потому что 95 плюс 97. 192. Вот так вот как-то. Такой я бузер вообще, вообще. 192 вылет. 160. Сразу ранен. Сейчас мы попробуем стон курс на него еще накинуть. Господи. Такой я халявщик. Дикая пьявка. Заимствованный. Вор времени. Паралич. Там критулечка еще от кого-то вошла. 180 со средоточенности. Я не успеваю его тратить. Мне уже некуда его тратить. Дьявол там наносит чистый урон. Паралич не срабатывает, к сожалению. Ой, в смысле этот стон курс. Ну ладно, сейчас контрольный, я думаю, будет. Ооо, побежали. Ооо. Попер, давай. Бах. Сколько? 151. При смерти. Но эти бегут, упыри. Полиджина срочно переключается. Тут паралич раз, паралич два. Ооо, здесь, конечно, беда. Давай-ка ты даешь дёру. Хотя при смерти, блин. При смерти, при смерти. Это, конечно, не хочется бросать так просто. Давай, убей вот так. А потом через шифт вот так. И потом сюда. Так, паралич раз. Вот эти вот трое, конечно, они удивляют. Сюда паралич дваз. Стой, а может ты кракена добьёшь? В лучших традициях там куда-нибудь. Не, не надо. А почему я не сбил сейчас с ног? Они же сбиваются. Давай вот так вот. Красиво бобром попробуем добить. Оп. Сбили с ног. Не добили чуть-чуть. Чуть-чуть. Буквально вот чуточку. Полиджина тут работает. Надо обновлять бафы на точность. Потому что на Полиджине они явно уже закончились. Возможно стрельнуть в кракена последний раз. Нет, перезарядка. Сбивание с ног 10 секунд. Паралич 15 секунд. Вот этого парализ... Нет, просто стреляй. Нет, парализуй. Ой, убила Полиджина с одного раза. Молодец. Давай за второго. Этого парализовали. Добивай кракена, межган. Красавчик. Просто такое разуплотнение. С первого трояга. Господи. Изейши. Изейши. Ох. Ах. Нормально. Убили этого мелкого. Но, видимо, там что-то по скрипту не сработало. Просто... Так. Бах. Бдыщ, бдыщ. Бафы, дебафы. Ах. Хорошо. Хорошо. Прям. Ух. Ух. И, наверное, все в чатике, кто до этого момента дошел, на максимальном уровне сложности, тоже абсолютно спокойно. С первого троя все убивали. Ну, это изи просто. Мы еще посмотрим, что будет на болотах. Я только разогреваюсь. Кракен был и нет его. Этот босс даже на максимальной сложности ни о чем. Да, язычанский. Согласен. Три выстрела. Ну, там и его убило еще дьявол из коробки. Так что... Кракен повержен. Этого ваншотнула подруга. Этого парализовали. Все. Сейчас добьем. Полиджина. Да, Полиджина добивает опять. Но у нее тоже меткость конская. Там 112, это еще до бафа. Точнее, после бафа. Ну, после того, как баф прошел. О! Музыка играет. Торжественная. Приятно. А что, по лутам? Кракен наверняка... Что-то тут припрятал в своих водах. Ну, а лута я не вижу. Давайте посмотрим, что у нас есть. Найден и кристалл. Поехали. Тут подвисло все сразу. Из стены, словно торчащей из раны, наконечник копья выступает огромный кристалл. С идеальных граней минерала на вас смотрит армия отражений. Он откликается на звуки ваших шагов мягким звенящим гулом. Кому-то придется взять молот обидона и бить по кристаллу. О! Вы понимаете, что сейчас произойдет? Кого вы выбираете? Понятно. Ондра предупредила, что тот, кто это сделает, будет погребен здесь вместе с безглазыми. Господи! Да, шо-то, наверное, оставим. А, ладно, сделать самому я буду погребен. Лиза, ты был храбрым лидером, появлитель огня. Да ладно, сейчас похороним себя, что ли? Давайте. Для меня было честью следовать за тобой. Ничего себе, можно тут... Надеюсь... Только что ты все это делаешь не ради Сталварадских Олухов. Даже те, кто приехал не там, на этом не стоят. Нет, я не думал, что действительно мру. Валь учит нас, что все в жизни происходит с какой-то целью, иногда просто так. Поэтому, наверное, у него мало последователей. Прямо в огонь, значит? Шансов у тебя очень мало. Но, по крайней мере, ты готов принять испытания. Я повелитель огня. Я же говорил, что хорошо на тебя повлияю. Хранитель. Вы поднимаете молот и замахиваетесь им, чтобы ударить по кристаллу. Уровень эпичности зашкаливает просто. В воздухе раздается чистый, ясный звон, который вы ощущаете даже зубами. Через несколько секунд по воде проносится рябь, приближается что-то большое. Ноу! Вы киваете остальным на прощание. Нет, я не хочу умирать. Остальные члены отряда выбираются из затопленной пещеры и бегут по туннелям. Вы продолжаете бить по кристаллу молотом, каждым ударом усиливая предыдущий. Эхо превращается в ощутимую дрожь. Тем временем в пещере начинает пульсировать более тяжелый ритм. Это звук шагов. Десятков шагов. Остальные заворачивают за угол и видят наступающую шеренгу безглазых. Существа рывками двигаются под ритм раздающихся снизу ударов молота. Они поворачивают голову в сторону отряда и тянут свои руки, выкручивая их на поршнях. Ёшки-матрёшки! Зеркальное отображение, отталкивающаяся печать. У меня много вариантов. Это всё... Вот главарь я только не помню. Короче, отталкивающаяся печать от Ашота. А, от стойка, сори. Обдумывайте, кто наложит заклинание. Выбор не очевиден. Стоик. На земле расцветает светящаяся печать. Первые двое безглазых наступают на неё и падают назад, увлекая за собой большинство остальных. Увернуться! Отряд пробегает мимо отвечённых монстров. К счастью, существа слишком заняты кристаллом, чтобы броситься в погоню. Продвижение по пещере продолжается. Вы же продолжаете размеренно бить по кристаллу. Смотрите, какой арт справа. Такой бах-бах-бабёр. Безглазые собираются в пещере и начинают колотить по стенам одновременно с ритмичными ударами молота. Земля трясётся. Её засыпают упавшие камни и расколотые кристаллы. Отряд бежит по тёмным громыхающим коридорам. Всё новые безглазые бредут навстречу, но они слишком зачарованы нарастающим ритмом и лишь изредка тщетно замахиваются на кого-то из отряда. Там тоже арт справа. Убегаем! Туннель сужается. Впереди уже брежет свет. Должно быть выход за следующим поворотом. Но он засыпан обломками! Тем временем поверхность проседает вниз. Сразу на несколько футов и туннель начинает крениться набок. В пещере слышится далёкий шум стремительного потока воды. Использовать заклинания камня-близнецы. Обломки ломом или прокопать голыми руками. Камни-близнецы, заклинания камня-близнецы. Кто будет делать? Конечно, Херавиас. Он создаёт два булыжника, бросает их на баррикаду. Хотя Полиджина могла мечом попробовать нарандомить 5% с удара, но могло не свисти. Они с грохотом врезаются в груду камней, часть которых скатывается в туннель. Через проём светит открытое небо. Луна опять сотрясается. Отряд выбегает на лёд. Как раз в тот момент, когда из глубин озера снова раздаётся громовой грохот обвала. Безглазые продолжают стекаться в пещеру. Из всех туннелей и закоулков. В ваших ушах звенит от нарастающей какафонии дробящегося камня и разбивающегося кристалла. Тем временем уровень воды поднимается. Господи, уже по пояс водя. Воздух раскалывает зубодробительный треск и мощный поток воды сбивает вас с ног. Вся пещера вращается, покружая вас в студеную смесь из зазубренного металла, рваной плоти и камня. Отряд мчится по озеру. Лёд пронзительно скрипит и трещит, опасно раскачиваясь под ногами. Тонущая луна стонет. По льду во все стороны разбегаются длинные трещины. Ё-моё. Линящий гребень какого-то не выпал. Фанатичный не то. Найти более надежное место для перехода. Только тот, кто знает, что искать. Ёшки-матрёшки. Кто он знает, что искать? Ловушки, скрытность, дьявол-искорока. Или это выживание, которого у дьявола нет? Ой! Который знает, что искать. Это выживание. Это не механика. А если выживание, то это вообще Полиджина. Полиджина ведёт отряд по льду. Всё, кажется, идёт хорошо, пока отряд не проходит половину пути. Лёд внезапно раскалывается, сбрасывая всех в ледяное озеро. Ваши спутники выкарабкаются обратно, окоченевшие и дрожавшие. Может и восприятие, кстати. Наконец, все добираются до берега. Лишь край луны ещё виден надо льдом в центре озера. Выжившие молча смотрят, как она погружается в глубины. Бобёр! Бобёр! Мир словно медленно распадается на части. Вы погружаетесь в глубины озера, вместе с тёмными очертаниями осколков луны и раздавленными безглазами. Ваши конечности болят, а лёгкие горят. Перед глазами мелькают искры. Не искры, чешуя. Логуфеты собираются перед вами, и вы замечаете что-то необычное в их радужных глазах. Да ладно, сейчас богине поможет! Искру несвойственного им интеллекта. Вы слышите шёпот в своей главе. Ты освободил нас из заключения в арсенале, Дургана. Считай, что мы квиты. Логуфеты, в которых вселились духи Марун и других Паргрунов, собираются вместе и поднимают вас на поверхность. Изи. Наконец вы добираетесь до мелководия. Вы пробиваете тонкую корку льда и выбираетесь на берег. Тело трясёт от холода, но самое тяжёлое позади. Эпично! 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 И это просто текст, понимаете? Просто текст. Текст и ваше воображение. Ну и немножко зарисовок. Вы стоите на берегу озера. Покачивание льда и дрожание поверхности воды замедляется, и вот вы уже смотрите на момент, застывший во времени. Когда мир снова приходит в движение, оно идёт в обратном направлении. Косарик экспы туда-сюда! Поверхность воды бурлит и колышется, словно собирается что-то извергнуть из своих глубин. Так и происходит. Над поверхностью поднимается целый осколок Йони Братр. На поверхности озера снова образуется лёд, распространяясь длинными холодными пальцами. Безглазые выходят из осколка луны и ступают на лёд. Они накручиваются вокруг луны расширяющейся спиралью. Стоп! Они останавливаются, когда к вам приближается начало шеренги. Они говорят одним голосом, в котором слышится скрежет металла и шипение пара. Мы разбиваемся и тонем. Нас бросают, словно изношенные инструменты. Почему ты обрёк нас на небытие, повелитель огня? Вы бы убили много невинных. Мы не любим насилие, но будем сражаться, чтобы защитить наследие этого мира. Безглазые стоят прямо и неподвижно, отведя руки назад. В одной руке молот, а в другой булава. Мы защищаем самые великие творения цивилизации, чтобы они не разрушились под своим весом. Тогда зачем вы напали на арсенал Дургана 200 лет назад? Протест звучал так же пронзительно, как и скрип металла. Вы бы скорее пожертвовали своими телами, чем сдвинули хоть один камень из такого места. Зачем ты мучаешь нас бесконечными обвинениями? Ондра изменила вас и заставила уничтожить вместо того, чтобы сохранять. Безглазые стоят неподвижно, и вы слышите, как жужжатые шестеренки, когда их дух размышляет над этим. Тогда нас предали. Ну, вообще, учитывая то, что они фактически бездушные, то их просто переспособили под новую цель. Извини, это правда. Существо, стоящее ближе всего к вам, силой вбивает свой булавовидный кулак в лед, протестующий рычаг. А что, если мы приспособили твои хрупкие руки с помощью железных клешней, твои ломкие кости с помощью мощной стали? Один из безглазых их сотрясает серпом, который размером не меньше вас. Узбогойзе! Мы лишились части себя, повелитель огня. Нас заставили предать то, чем мы дорожили. Вы чувствуете их мучительную боль, похожую на удар молота. То есть наследие ингвитанцев. Финалопель цивилизации. Внезапно они набрасываются на лед под собой, рассекая, разбивая мышцы ударами железных рук. В местах разлома из-подо льда вырастают древние башни, которые заслоняют глубокое небо и белые горные вершины. Вот сейчас опять сюжет пошел, ребята. Кондра хотела, чтобы ингвитанцкая цивилизация была забыта. Пусть лучше угаснут, ее приливы и высохнут ее морячим. Будет скрыт хоть один камень, заложенный ингвитанцами. Лед трясется от ярости безглазых. Каждая культура возникает на костях предыдущей. Но многие смотрят только вверх, в будущее, а не вниз, на фундамент, на котором стоят. Самое занимательное, что ты бы умер, если бы в кузне не выбрала освобождать души гномов. Мне везет. Как каменщик, который строит наклонную башню. Оставшийся ледяной покров трещит и стонет. Чем они угрожают твоим потом? И чем позорят своих предков? Вы слышите в голосе безглазых напряжение крошащегося камня. Так, восприятие 14 точно. Предательство памяти расстраивает вас. Очень. Отлично. Как психолог прям. Это все равно, что принять дар только для того, чтобы плюнуть в лицо дарующему. Каждое достижение время с ней организации власти было выковано с помощью навыков и жертв. Вы чувствуете эти слова и заключенную в них злость костями. Те, кто будет отрезан от своего прошлого, зачахнут. Они это и заслуживают. Согласен. Поэтому мы должны вернуться в себя и восстановить Элидона. Воу! Ща пойдет жесть. А вот это уже интересно. Во-первых, что значит вернуться в себя? Возможно, Элидон должен был забыть прошлое. Есть знания, которые слишком опасны для этого мира. Вы говорите так, словно прошлое это руководство. Оно не всегда дает хороший пример. Воспоминания остаются тяжкой ношей, когда события присутствуют. Присутствуют уже давно. Нет. Очень хорошо. Возвращайте в себя и станьте богом сохранения. А, типа первичную цель исполнять. Или довольны, вы не должны восстановить воспоминания Элидона и его власть над сохранением. Вообще, для баланса бы, для баланса бы, я бы восстановил Элидона, вернул бы ему память и пусть они с этой богиней бы дальше разбирались. Ну, чтобы как бы присутствовала и созидательная, и деструктивная сторона. Поэтому, ну, так веселее будет. Восстановляй. Я не уверен, что от меня что-то зависит. Они мир забомбят по логике. Наоборот, они будут сохранять. Они не будут выполнять команды той подруги. Возвращайтесь в себя. Мы позаботимся о восстановлении этого мира и его жителей. Что бы это ни значило. Вам в спину бьет сильный порыв ветра, у вас закладывает уши и на мгновение вам кажется, что из неба выкачивается весь воздух. Экспа? Внезапно все заканчивается, и вы оказываетесь в снегу. Перед вами простирается рубец Кейрона. Крайне значительно положительно. Безглазы исчезли в глубинах озера. Их связь с Ондрой была наконец разорвана. Призвание на работу. Очерка была в белый переход, над которым больше не нависала эта угроза, вернулась надежда. Охотники отправились с леса, путники выехали на дорогу. По смену историям лесных чудищах пришли легенды о храбрости хранителя. Жители Сталварта заняли свои руки работой, а языки песнями. С охотой, ухватившись за возможность жить в мире и спокойствии. Вообще, концовка не моя абсолютно. Неужели все закончилось хорошо? Я ли это? Опа! Из мифов. Новые качества оружия. Точность плюс 18, урон 45. То есть выше, чем легендарная. О-о-о-о-о! Ё-моё! Это топовый молот. Просто топовый. Не по урону, но по обилкам. Да, где мертвые сестры, где крысы? Там были монахи, конечно, но это не важно. Они сами напросились. Да, мы там кого-то потопили, кого-то убили. Все, мы аддон второй прошли. Кракен, конечно, но так себе. Идем по самому квесту. Напомню, что там точка невозврата была одна. Там еще в Вайтмарше остались, наверное, какие-то локации, квесты. Но я хочу уже на погребальный остров. Вообще, сегодня такая трансляция эмоциональная, интересная. В болото зайди. Какое болото? Болото? Шахты еще? А болото? Какие болото? Какие болото? Нет никаких болот. Без болот никак. А где болото? Они в Адоне или где-то в другом месте? Все бы в болоте, Михаил. Есть локо с болотами. Где болото? А, в Сталвард? Да ладно. Без болото это уже не то совсем козуалочка. Слушайте, ну, я повелитель огня. Я выплыл, убил кракена с трех выстрелов. Думаете, меня какими-то упырями болотными испугать? Левый ворот. Левый ворот. Я понял. Сейчас вернемся. Сталвард. Кстати, шестнадцатого левела все еще нет. Но очень скоро. Болото доставят. Я понял, да? Болото доставят. Сейчас я пойду привалку плю и посплю немножко. Так хорошо. Кракен прям бдыщ, бдыщ. И эти ваншоты с молотом. И молот из мифов. Из мифов. Готов нас только оспорить после таких заявлений. Нет. Не, ну то, что я их пройду, это точно. Но... Там некуда деваться. А мне нужна комната. Но то, что я, например, пройду это там за три трая. Или без сейвов. Это я не возьмусь. Сейчас, погодите. Еще купить этим. Да куда? О, кстати. Я же могу тут... Построить пару городов. Смотрите. Сейчас продадим немножко пушек. Просто... На десятки тысяч. Могу замки отстроить на эти деньги. Только часть пушек продалась сейчас на 40к. Ну да, все пушки, которые мне не нужны, продались за 42 тысячи. Наспехи есть еще. Кто-то нуждается в деньгах? Могу скинуть. Эти главные штаны не продать, монковские. Кредит под хороший процент могу выделить. На руках 82. Продал на 76900. Ладно, давай еще на столько же продадим. Ну, ладно. Тут одних ловушек, если продавать. Как раз 82 и получается. Оп, 164. Там 6 ивентов в замке. Блин. Как этот кракен потерпел вообще. Причем бобра заряжали со старта просто. Он хопа, сосредоточенность раз, баф сверху один, баф персональный второй, пиявочка, инстинкт какой-то там, не помню какой. Потом 50% скорости атаки. Сверху еще полирнули точностью. Класс. Класс. Просто класс. Что он со мной? Куплю. Что, что еще? Привалка купил, написано вон же. Ой, там душа чья-то. Ребята, совпадение. Капитан Огне. Вокруг распростертого на земле трупа стоит несколько местных стражей. Когда вы подходите ближе, один из них поворачивается к вам, приветствуя кивком. У вас невероятное умение выбирать подходящий момент. Лорд, повелитель огня, прошу заметить, лорд. Она за тобой целый день гонялась. Звучит знакомо. А вот медленно поворачивает голову, чтобы посмотреть на вас. Да, я такой. Пользуюсь большим успехом среди мертвецов. Ага. Огня задаченно смотрит на вас, затем пожимает плечами. Не думаю, что тут дело в успехе. Похоже, она хотела выяснить с тобой отношения. Она спешила и разнервничалась. Когда мы на нее наткнулись, чуть не снесла голову Ройлану. И это не моя проблема. Точнее говоря, теперь уже нет. Просто подумала, что тебе стоит предупредить. Похоже, у кого-то на тебя зуб. Ладно, поговорю. Повелитель огня. Остывающий труп женщины наполовину погружен в снег. Причина смерти очевидна. Узкая рана, пересекающая горло. Ее сущность уже едва различима и быстро угасает. Обыскать карманы. Вы находитесь только маленький, невзрачный. Я не знаю почему. Флакон, заполненный до горлышка темной жидкости. Вы получили предмет. Поцелуй Берреса. Потянуться. Вы погружаетесь в холодный мрак. Мимо вас проносятся неясные образы. Но затем удается ухватиться за что-то более существенное, чем отголосок. А потом свет. Солнечный свет пробивается сквозь листву. Пятнами освещает трясину. Грязь и доходящая до колен вода затрудняют каждый шаг. У вас уже устали ноги, а ведь вы едва начали. Вам нужно смириться с неудобством. Скоро вы дойдете до реки. Пойдете вдоль нее на север. Это мантра, которую вы все время мысленно повторяете. Дойти до Сталварда. Найти хранителя. Следовать за ним. Забрать филактерию. Убийца Канселота так просто не сдастся. А-а-а. Но если вы проявите осторожность, вам не придется действовать в одиночку. Ваш хозяин разделается с хранителем. Это просто вопрос времени. Воспоминание ускользает, возвращаясь к знакомому пейзажу Сталварда. Сущность, которую всколыхнуло ваше присутствие, начинает растворяться, исчезая из виду. Три косаря, почти четыре, откуда ни возьмись. Но воспоминание путешествия умершей женщины остается с вами. На юго-западе, за белым переходом, есть болото. И там вас ждет противник. Е-е-е. Дикие земли. На юго-западе от Сталварда. Дикие. Где они вообще? Может они откроются, когда я подойду сюда? Ну мне куда-то сюда. Вот сюда вот нужно. А-а-а. Вот тут. А-а-а. Мор-гэк-и-эн. Класс. Найти своего врага. Живописно тут. Много очень грибов. Ингредиентов. Несмотря на огромный размер этих грибов, вы видите еще более крупные очертания на болоте за полосой деревьев. Кто это? Вестник смерти. Характеристики защитные пока не впечатляют, но... Вот только начало. Бах, на-ка. Ой, я не попадаю. Защита 105. Нифига себе, не впечатляют. А что же тебя впечатлить-то должно было, бобер? Застревание болезни земля по резистам холод очень плохо работает. Вычет он не такой серьезный, в среднем характеристики очень высокий. Плюс взрыв в конце. Взрыв ничего не при... Не при... Не при... Это был дух, кажется. Я не посмотрел, какого качества были... Был этот персонаж. Я похожу сначала по краю. Да, это дух. Это дух. Массовый стан. Это вой, да? А вой, проверка по воле, да, наверное? Нет, стойкость. Стойкость на 102, да? Ладно. Так, тут... Болотная летучая мышь. Стреляют они чем-то. Сторож трясины. Лунный паук. Не знаю. Пока собираем. Да, да, да. Скрыть они из трясины. Тут, короче, прогрыженная версия друидов и прочих... Которых пробивает, между прочим. Надо проверить все их резисты, в частности, на... На воздух. Да что ты, бобер... Китеж-то непонятно как. Бобер попадает. Давай сразу же... О, там еще эти... Скрыть не... Можно их, конечно, чармить. Но кажется, кажется... Все... Неплохо. Работает... Хорошо работает молния. Хорошо работает молния. КВ-шечка сюда. Еще одно сбивание. 11 секунд. Отлично. Бобер стреляет так. Четвертый серьезный, но от колющего вроде нет защиты с такой нормальной. Ты лучше сделай... Пш-пш-пш... Рой насекомых. А стойк что? А что стойк? Что угодно он может делать. У меня больше Аллот беспокоит. Защита у них, конечно, хорошая. Ничего не скажешь. От огня очень хороший резистов. Молния, молния плохая. Плохо сопротивляются молнии. Но молния у нас только у друга Херавитаса. Простите. Надеюсь, скорее нужно просто бафать. И все. Так, бобром нужно обязательно стрелять по тому, кто абсолютно уязвим. И у кого еще полные хиты. Вот по сорняку, например. Ну, стреляю же. Хорош. 138. Вот это правильная выбранная цель. И сразу появляются... Появляются ресурсы для того, чтобы... Снова опрокинуть врагов. Вор времени работает. Тут паучка бы. Хотя паучок... А давай проскрыли. А нет, у него 27. Что делать, да? Да я по-дальнему стрельню, пожалуйста. Ну, стойко пробивают. Не очень хорошо выходит. Он хреново танкует просто, и все. Мне нужно как-то этих товарищей контролировать. Вообще, я мог чарм сделать. У них воля по сравнению с остальными защитами... Так себе. То есть, ауешный майн-контроль должен был зайти очень хорошо. Сейчас проверим. Перебили. Ё-моё. Или я промазал все-таки? Слегка попадает. Два результата броска. Три. Отличный рандомчик. Прям топовый. Прям топовый. Эти товарищи еще пролечу не везут. Вот в чем дело. Чем их пробивать? Дробящий, колящий огонь. Молнии, молнии. Ну, а где молнии возьму? Именно такие, которые... У Аллота были вроде молнии. Ну, там такая молния была. А, вот, пожалуйста. Цепная молния есть. Неплохо. 29. 65. Вот все, найдено. Найдено оружие. Хоть когда-то молнии пригодилось, знаете, а то я там столько раз сюда ходил, как говорится. И ни разу она не была нужна. Чё бобру делать? Да, вот так-то универсальненько. Собирай выносливый. Дальше можешь сделать... Дробящий. Тоже работает. При смерти тяжелый, при смерти. Хорошо. Выносилось восстановили. Паучка убили. Ладно, давай еще разок. Я жалко, мне молнии последнюю. Минус один. Минус два. Нет, не минус два. Вот этого же надо еще убить. Стой, держись. Чего там? Минус два. Остался один. Да, доковыряем нас много. Ну, урон очень слабенький. 4, 3, 6, 2, 3. 44 там огромное полетает. Стойка уложили, но он умудрился все-таки встать. Ну, армор у него есть, хорошая же, которая дыхание дает. Да, эти ребята очень плотные. Очень-очень плотные. Огромное количество всяких ингредиентов для крафта. Вы замечаете движение среди грязи и обломков. Внутри одного из разбитых ящиков слабо бьет крыльями маленькая летучая мышь. Прижатую упавшую взять. Болотный летучий мышонок. Вы аккуратненько поднимаете планку и берете в руки маленькую летучую мышь. Она взвизгивает раз, но в целом, похоже, не против смотреть на мир из относительной безопасности вашей ладони. Летучая мышь. Мышь. Вот она. Ой, какая страшная. Крылья его слабые, шерстью он покрыт еще не полностью. Но глаза бусины маленького летучего мышонка тщеславно поблескивают. Тщеславно. Такое описание классное. Но я не хочу менять моего ручного пэта, канцелота, который не просто летает, но еще его можно засамонить. Я, кстати, забываю это делать периодически. Он бы здесь мне тут мог помочь. Так, опа. Кольчужный доспех охотника уникальный. Получаемый урон, преобразованный в восстановление здоровья. 20% слабой характеристики, достаточно печальный армор, осушающий прикосновения. А, ну понятно. Это как раз у канцелота тоже есть такая штука. Армор на выносливость. Такой чисто для танка. У меня же танк не просто танк. Так, там будь здоров по урону. С такой пушкой. Так, ладно, продвигаемся дальше. Да, можно было трехручных огров засамонить, все это понятно. Ой. Здрасте. Оп. Эй. Эй. Чана развороть. Работаем. Работаем. Я сразу же в Дьяволу из Карока дам. Обилочку. Тут, естественно, бафаемся. Вообще, они парализуют, насколько я помню. Вот эти вот большие. Большие, прибольшие. Все. Пошли генерить. Генерить сосредоточенность. Очень быстро. 153 уже. Давайте сделаем армор сразу же. Ну, потому что это халява дешевая. Давай, поверну. Оп. Все. У всех защиты апнулись. Дальше уменьшим скорость атаки. Бафнем свою. Оп. И начинаем. Потихонечку, потихонечку. Да, стоять в оглушении. Тоже вариант. Ну, ё-моё. Ну. Пробеги ты. Бах, на-ка. Что там? 95. Лучше, наверное, что-нибудь дорогое-предорогое делать. Силовой щит. А врага. Лишу возможность что-либо делать. Нет. 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 Вот так, лучше. Сбить с ног не получается, но зато урон наносится. А, кстати, что у меня из дорогого есть здесь? Это дезинтеграция. Чистый урон, но лута не остаётся. Ошеломление и дезориентация массовая. Тоже вроде не нужно. Эти храни просто убиваемся. Хотя как раз я их дробящим никаким образом не забиваю. А, дезориентация на одного, почему не переходит на других? Там же было написано, что переходит. Ошеломление. Переход на врагов. Пять штук. Видимо, спасброски пробросили. Не знаю, почему так получилось. А, сейчас зачармили. Сейчас зачармили, кажется, с подачи ашота. Кстати, защитная паутина разумов, вот в чём её ещё бонус. Я уже говорил об этом, но тем не менее. Она действует очень долго. 46 секунд. Для АОЕ это... Очень хорошо. Зачем все лутстрэш? Да, в общем-то, можно было и забить. 183-6. Ладно. Пока продвигаемся. Знакомимся с лором. Знакомимся и уничтожаем его. Но движение идёт... Продвигаемся не так быстро. Блуждающий огонёк френдли. Нормально. Поговорим? И он просто блуждает. Виспы, они миролюбивые, вы же знаете. А тут мыши. Искрытень. Так, давай-ка... Попробуем сейчас... Вызвать, по крайней мере. Кого вызвать? Ну, вот этого товарища вызывай. Давай, ищем молочёвку. Всё равно я скоро буду. Вот. Концелот. Собственно, персоной. Ой, дальше гриб, который парализует. Дробящий на это вообще никак не зайдёт. Бобра бьют. Ёшки-матрёшки. Как же больно. Нужно... Грозу сделать. Да и вот так вот подлечить будем. Добро. Ну, далее опять опрокидываем. Тут хорошо заходит. Концелоту можно тоже ауе вот сюда вот зарядить. Этого опрокинули, лёгкое ранение. Ну, это Бобёр опять же сделал. Дьявол из корока врезается в огромного справика, который паралич кидает. Не можешь, да, добраться? Ну, хотя бы здесь, к стане. Бах. Бах. 5. Сосредоточенности. Это без того, что мы на дьявола накидывали. Ещё раз. И ещё раз. И тут Блэйсик. Это Увашечка. Не понял, Бобёр, что ты не стреляешь? А, наш Пэт умер. Нам нужен кто-то, на кого можно было скастовать вот этого и уезжать. Так, вот раз. Тяжело-тяжело при смерти. Но, блин, не добиты ведь. Бобром надо стрелять. Там раненый гриб. Отлично. Минус 3. Из мелочи. К пролечению из Вимга. Может быть, право сначала минуснуть. Потому что... Этого, как вы помните, мы будем долбить довольно долго. Хотя он при смерти. Там дьявол из коробки должен справиться. Он присел, сбит снов. Режь, режь, режь его. Ее, молодец. Дьявол справляется с грибом. 1 ВС-1. Снова пробуем сбить. Давай-давай, вверх. Он успевает что-то вставать. Но сбит с ног на 10 секунд. Значит, он не встанет уже. Довольно... Опа! Древняя башня. А я... Эту древнюю башню... Я не видел, где вход. Есть ли там вообще вход. Это как будто просто... Некий... Некий чекпоинт. Похоже на то. Блуждающие огоньки продолжают мирно левитировать. Опа! Как тебя сюда занесло? Проклятая повозка. И что мне теперь делать? Херла! Будь проклятый этот! Она поворачивается к вам и подпрыгивает от неожиданности. Как она здесь жива вообще? Тут на каждом шагу опасность. Проклятие! Откуда ты появился? Мне уже больше дня на дороге не попадалось ни души. Что ты тут делаешь? Просто проезжаю мимо. Или пытаюсь это сделать. Мы едем в Сталверт с товарами на продажу. Да езжешь. Мы следовали за фонарями. По идее, это должен быть вообще топовый торговец. Потому что он открывается после прохождения второго аддона. Один неловкий толчок и повозка сваливается прямиком в грязь. А еще этот Беннер разозлился и куда-то утопал. Мы и так опаздываем. Не хватало еще истерика. Что произошло с Беннер? А чего не произошло? Он и так извительный брюзга. А здесь он стал вообще невыносимым. Он очень расстроился, когда повозка опрокинулась, рассердился и ушел. А теперь мне приходится торчать здесь и ждать его. Хочешь совет? Если когда-нибудь будешь заниматься торговлей, пусть это будет семейным делом. Хорошо, я запомню. Даже если кто-то из семьи будет тебя раздражать, то тебе не так будет хотеться пнуть его ботинком в голову. В большинстве случаев я попытаюсь его найти. Буду очень благодарна. Покажи товары. Ну что это такое? Где уникальные вещи? Господи... А, припасы. Припасы это очень хорошо. Ради припасов стоило здесь остаться. Так, а кто мне здесь нужен? Древний или... Скорее, древний. Духи хоть и встречались, но режем. Сейчас узнаем еще, куда он мог пойти. Утопал на юг. Надеюсь, он в порядке. Тут не место для прогулок. Согласен. Проходим, проходим. Смотрю, в чат пишут. А дракона он тут уже убил. Вот что за люди? Ну, как... Ну, посмотри на карту. Дошел я до тут и не дошел. Зачем спойлерить? Я не могу... Как ты см... Нет, блин, не убил. Я не знал, что здесь дракон. Зачем? Зачем? Новый левел. Спасибо. Ну, жестко, конечно, голым. Ну... Колющий урон, безмолвный крик. Безмолвный крик, хорошо. Чистый урон. Ау-е. Я им раньше пользовался, и мне он понравился. И талант. Последний талант. Что взять, бобро? Можно скорострел взять. Тогда у меня арбалет. А, и огнестрельное оружие. А почему я раньше не взял скорострел? Господи. 20% скорость перезарядки. Ё-моё. Стань together. А чё, все они не подорвались? Ну, это не однажды летучие мужики, правильно? Они не ходят по одной. По одному. Нет, конечно, не ходят. Двигаемся вперед. Парализую все на своем пути, не заплотняю дальше. Ну, а там 2 остались. Забыл, забыл, забыл. Я без обилок сейчас бегу просто, потому что летучие мышки, ну что они могут? Да, чуть-чуть там побили, но... Буквально самой малости. Нас ждет дракон. Хорошая новость. Я просто подумал о том, как бы я удивился, кого едет Леон. Ай ты, кат. Ладно, бывает. Ой. Эй, мне нужна помощь. Что это такое? Бен, мужчина, наполовину скрыт забойным свечением разноцветных огней символов, поднимающихся из грязи вокруг него. Он прикрывает глаза от света рукой и смотрит на вас. Богоподобный. Ах, вот дерьмо. Слушай, я не хотел заходить на чужую территорию или что-то такое, я просто... Он затихает через сквозь огни. Подожди, ты не культист. Слишком чистая одежда. Ты Бенна? Что? Да, это я. Как ты... Подожди, это Херла тебя прислала. Ха! Я знал, что она не такая уж бесполезная. Слушай, помоги мне. Я тут целую вечность торчу. Это какая-то стена. По-любому заклинание, верно? Я в магии. Полный ноль. Он прижимает руки к чему-то невидимому, чтобы проиллюстрировать свои слова. Я смотрюсь вокруг. Отлично, спасибо. Ты не пожалеешь. Левелапчик у Ашота. Ох, жалко знаний, не могу апнуть. Я бы Ашоту чуть повысил выживание. Ой! А нет тут молнии какой-нибудь? Кража заклинаний. О, щит! Превосходное укрытие от стихии. Хорошо может зайти. Особенно учитывая то, что здесь... Угу. Так, и последний вариант. Я бы взял еще бонусный урон от электричества. Вот. Он тут закрепляет заклинание первого, третьего. Все остальные я пересмотрел. 20% бонусного урона от электричества. Это звучит очень хорошо. Только надо быть заклинания еще новых надо быть. И стойк получает левелап. А-а-а... У стойка тоже выживание получается. Апаем. Ну, тут по единичку уже. Дальше неважно. Доп заклинания первого левела. Чушь. Можно ему защитный сделать. Раз уж он со щитом, увеличим ему оружие щит, например. Хотя это фигня. По сравнению с тем, что дает одним кастом бобертом, плюс 40, плюс 50 ему. Это не то, что нам нужно. Что у него есть? Из атакующих практически ничего у него нет. По элементальному. Если есть, то огонь. Да и то... Ну, хотя нет, у него есть и эти... Сейчас, подождите. Можно взять ментальную крепостину. Для повышения контроля. Эта стена трещит. Эта стена трещит. Да, давайте ментальную крепость. Но новых взглянаний у стойка нет. Ну, как бы... Извините, у него и так все отлично. Ну, осматриваемся. Что это за ловушка такая? Что за грибы такие? Из 15 до 16 левела... Что у мага, что у приста особо не отличаются. Опачки. Что это такое? Схрон просто. А дальше? Акалит болотного культа? Культисты, они же... Они же кому-то поклоняются, правильно? Что-то мне подсказывает... Что там может быть дракон. Он плотный, реально. Я ему там соточку снял. У него где-то только четверть хп ушла. То есть он как... Как танк. Чувека не подводит, говорит. Да езжешь. Я чувствовал, я чувствовал. Что это все неспроста. Хорошие, кстати, бутылки. Так, вижу патруль... Патруля. Ой, не-не-не-не. Лучше справа взять сначала этого упыря. Ну где я? Ты возвращаться должен. Один, второй, застревание паралища. До свидания. Бобей. Ладно, посмотрим, что из себя представляет этот... Не уверен, успеем на сегодня уже полдвенадцатого. Ой, сегодня, конечно, игра на одном дыхании. Проходится. Так, раз, два, три. Что за подъем такой странный? Ой. Ой-ой-ой. Что это? Эти полузатопленные стены покрыты грязью и растительностью. Возраст и влага раздвинули камни. Толстые стебли с торчащими шипами оплели всю нижнюю часть стены. Но есть один участок, на котором они растут чуть менее плотно. Используйте веревку для поддержки. Спуск начинается довольно хорошо. Но вскоре Дьявол Искорока, ну конечно, теряет хватку на скользком камне, кувыркаясь, падает вниз. Дьявол Искорока с резким криком неуклюже приземляется на колючей заросли. Вы оказываетесь перед большим круглым залом, затопленным водой. Уникальный Моргенштерн двуручный. Превосходное качество, шанс использовать кражу заклинания при попадании или критическом для волшебника восьмого уровня. Класс. У нас сейчас дракон будет. Надо дойти и убить его. Да-да-да. Это будет прям хорошо. И постепенный урон еще 25. Слушайте, это прям очень хорошая штука. У меня нет людей с двуручами. Можно стойку, конечно, дать. Опачки. Ребята, это была замануха. Не иначе. Не иначе. Страх тут же охватывает компанию. Проходит тут же защита от страха. Стойка следом. Подходит чуть ближе для того, чтобы заюзать. Ой, я зачарован, что ли? Нет, все нормально. Невосприимчивость. Ужас на них не действует. Давай вот так вот для начала. Пока у нас... Блин, характеристиками уж, конечно, конские. И массовый паралич, которым я почему-то забыл, блин. Вызывая Ограф. Стоик приходит в себя. Делаем защиту от паралича. Дальше кастуем. Бонус к точности. Защита 108. Ё-моё. Паралич первый сработал. Можно работать по одной цели. Минус. У остальных оглушения есть снижение защиты. И попадает паралич по второму. Бах. И левел А по кого-то. Шикардос, ребята, шикардос. У нашей полиджины с молотом великолепным. Что её взять? Это просто стандартные таланты. Можно ей взять, кстати, атакующий, что-нибудь на уязвимая атака. Нет, нет, это фигня. Можно её сделать урон против носителя. Стандартный паладинший. Ну и ляпнуть защиту, что особенно важно. Учитывая то, что от неё будем отталкиваться... Ну, потому что другие товарищи на неё ориентируются. Надо только посмотреть, какая защита у неё превалирует. И именно её вымакшивать дальше. Ну да, как и предполагалось, у неё стойкость превалирует. Бойня топ-1. Бойня топ-1? Зачем мне бойня? Обычная, критическая, по цели с низкой выносливостью. Это только на добивание. Десяточку воли. Потому что в связке с бобром это работает очень хорошо. Кирпичи, в которых держатся эти прутья, в столице разрушились. В эту сторону находиться весьма далеко. Предметов не видно. Протиснимся. Потягивайтесь, залезайте. Камни качаются. Вы пролезаете, выбираете снаружи. Хорошо. Взяли уникальный предмет. Моргенштерн. Хороший. Хороший. Реально хороший. Возможно, даже стоек стоит отказаться. Как нельзя. Потому что качество превосходное. Кража заклинания. Для волшебника, кстати. На преста, наверное, не будет это действовать. Хотя вдруг... А, нет. Это, в принципе, кража заклинания. Это, типа, заклинание волшебника восьмого уровня. И постепенный урон еще. И это оно не зачаровано еще. Пусть побегаешь с Моргенштерном. Я ищу дракона, ребята. У меня два привала. У меня отличная пати. У меня жена, которая приготовила уже практически ужин. И поэтому... Перевращай его. Ну, подверни. Чего ж ты так поздно? Ты бил? Сам вот виноват, что... Вот он уже стырил два заклинания. Извивающиеся щупальца. Три мощных щупальца. Не могут перемещаться. Дробящий и разъедающий. Волшебник четвертого уровня. И пагубная облака. Ребята, ну подходим, подходим. Ой. Какой-то он страшный. Там фаерболк вставал еще. А, это варвар. Фух. Я любил. Вот варвар жесткий. Во-первых, он сразу перемещается к тебе. Во-вторых, у него сплэш. Клевый. И еще какие-то... Тут у них явно лагерь по центру. Оооо. Какая грязь Вот здесь народу будет значительно больше И значительно сложнее Сейчас будет Может все-таки Там страх Очень много народу Бобер попал Давай-ка защита сначала Защита, бобер, ну блин Есть Где стяжка? А, вон пошло крутиться, хорошо Это защита от стихии Я лучше там стихи поставлю А почему стойк страх не снял? Вообще как будто кастовать ничего не может А, в полиморфе он Стоик 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 Сбивать надо же Или Нет, дьявола чармить я не могу Пока не могу Но стоит еще разок попасть Попытаться, по крайней мере Ну из-за ужаса может не сработать Ладно, давай сбиваем Сколько ты будешь бегать еще в 06 секунд Все, вернулся стойк Снова говорим по поводу страха ему Потом так Полиджи на второе дыхание Ашот сделал стенку И надо, наверное, делать сейчас Что-нибудь контролируется по этой штуке Так, Бобер сбивает вроде бы с ног 94 есть Хорошо Нужно выбрать жертву, которую я пробью Не просто пробью, а еще урон несу 84 Вот этого ассасина нужно убить Так, тут Тут Что же делать-то тут Давай чистую урон Нет, давай лучше Нашествие Потому что всех заделать Стоик молодец Вытащил буквально всех По выносливости Да и друль тоже отлично отыграл То есть Эти вот станы все Это же ему спасибо надо сказать Попадение от Бобра 66 Еще раз их сбиваем с ног Дребящий урон Все идет уже хорошо Мне бы тут какую-нибудь Штуку ауешного типа Да, это не то Давай фэрбол Двое Сбили Молодцы, ребята очень хорошо работают Наши Там слаженно, уверенно Помогая друг дружке На самом деле Все очень просто Причина того, что я выжил Это одно заклинание Имбовое Которое сделало опять Все защиты В среднем где-то 120 111 135 127 127 Все И после этого Пробить кого бы то ни было Стало крайне сложно Хорошо, конечно Что там еще кто-то кастует Что-то там убивает Но первично Но первично Это то, что все становятся танками Внезапно После первого же выстрела Чистый скилл Куда приведут Но скорее всего Справа ничего Я не хочу сейчас Лишнего сражаться с мелюзгой Хочу сразу К предмету К предмету обожания Поклонения Прийти Он должен быть Где-то за деревней Наверное Я понял вас Новый левел За это получили Не, не буду я ему Левел прокачивать Оставлю на следующий раз Не хочу торопиться В выборе скиллов Похоже, что это левый верхний угол То есть по логике Должно быть Наиболее отдаленное место Господи Какая тут Тут народу Прям вот Ну очень прилично Может не стоит торопиться Может дракона на завтра оставить Да, пожалуй Да больше мы не можем Ну Я неправильно сейчас делаю Тороплюсь И пропускаю Контент Во-первых Сейчас палец Хотя Снова защита Нет Вот так вот Апаем Все Еще попадание Посмотреть Будет спать Нет Справились с этим Как ты пришел Себя-то Там 12 секунд было 12 секунд Блин Ну вдруг Это действительно дракон Привал еще есть Ооо Прям подготовка перед ним Прям подготовка Подготовка Ладно Посмотрим Попробуем дойти Я сразу на животное Переключаюсь Потому что Дракон Чувствую дракона Прям чувствую Давайте посмотрим Что мы получили Пять там Эти При Где он может быть Слева наверху Он туда Надо идти Пойдем проверим Опачки Из кресины Поднимается стена Из толстых стеблей Они растут Неестественным Свойственным Жгутам Между стеблем И зазоры Пройти Немалая осторожность Пройти дальше Кто приближаетесь К стеблям Они дрожат И отступают От вас Бразовой проход Вы слышите Вы выходите На другую сторону Без проблем Слышите За собой Шуршание стеблей Которые загораживают Проход Сжимаясь Тугой узел Вот оно Вы замечаете Движение Впереди Мужчина В накидке Спешит Вперед Погрязая В жиже Он пронзительно Дует В сигнальный Рожок Звук Разносится По болоту Отражаясь От деревьев И руин На его фоне Вы слышите Зловещее Дрожание И мутная Вода На севере Начинает Бурлить И колыхаться Поверхность Воды Рассекает Скользкий Чешуйчатый Нос Это единственное Что вам удается Осознать Перед тем Как огромный Зверь Поднимается Из трясины В потоках Грязи И болотной Воды Блин Блин Знаете Как мне хочется Сейчас Остановить Трансляцию И перенести На следующее Да Потому что Ладно Изю Убил Дракон Стряхивает Рассительность С рогов Затем Опускает Голову Чтобы Внимательно Вас Посмотреть Оставаться На месте Следит Дракон Следит За вами За безразличием Он Стоит Неподвижно Словно Ожидая Чего-то В отдалении Вы замечаете Небольшую Темную Фигуру Фигура Увеличивается И приближает Сверху Мощный Поток Воздуха Крылатый Силуэт Быстро Спускается На ходу Вы Оооо Когда Второй Дракон Тяжело Садиться На землю Вы Замечаете Фигуру На его спине Это Свободную Мантию Она Соскальзывает Со спины Дракона Одним Изящным Движением Хранитель Каднула Я рассчитывал Что ты В итоге Найдешь Нас Без обид Повелитель Огня Но если Ей нужны Наемники То я Уйду К ней Я чуть Более удивлена Что ты Все еще Нашли с собой Этого Выродка Наверное С канцелотом Стало Приятнее Общаться Когда Вы Лучше С языка Ты Отправил Кто ты Меня зовут Ленград Он слегка Клонится Ты Слишком Молода Чтобы Быть Ленград Даже Концелоту Пришлось Прибегнуть К магии Это Совсем Другая Магия Но ты Прав Давным Давно Жил Мужчина По Имени Ленград И С тех пор Многие Носили Это Имя Ленград Держался За свою Жалкую Жизнь Словно Пьявка Есть И другие Которые Как и он Готовы Пустить Весь Мир На Растопку Только Чтобы Пламя Горело Дальше Знания Концелота Не Должны Его Пережить Так Значит Я Последняя Нерешенная Проблема Филактерия Концелот Анимансеры Возятся Если Мы Должны Сражаться Так То Могут В Дальше В следующем Обороте Кулеса Вдруг Мой Класс Уверен На Тебе Будут Помнить Блин Как Шикарно Говорит Я Еще Не Пробовал Какой Хранитель На Вкус Два Дракона Два Турильсфус И Гафонеркос Еще Это Дуро Ленград Короче Капец И маленькие Ксоурибчики Но Это Ерунда Конечно Конечно же Тут Надо От Отталкиваться Наверное От Этого от Армора, я вызываю сразу Консалота. Это максимальный зум, кстати, тут реально они огромные, если приблизить эти драконы. Ну, прям, прям хорошие. Этот, правда, на Дрейка больше похож, ну ладно. Ну что, внимательно, уважаемые, вызываем Ограф. Вызываем все, что только можно вызвать, пока они подходят. Ух, ну, Бобер, давай, покажи, что ты можешь. Стоек пошел первый баф. Еще, еще. Так, эти упыри у нас должны вообще вперед пробежать немножко и сплетануться, чтобы у драконов точно есть АУЕ, и чем больше у них будет разнообразных целей, тем лучше. Пусть они начнут атаковать своих. Блин, вообще, пш-пш-пш-пш-пш. Ой, я оленя не смогу вызвать, я олень, я вообще зря я друидам вызывал. Ну, бас. Почему не работает вызов этой? Какого хрена? Ладно, Полиджина побежала танковать. Бобер после вызова стреляет по ксову рипчику, чтобы разогнаться. Не, Полиджине лучше не убегать пока. Консилот вышел. Тоже бежит вперед. Так, будем ли мы здесь как-то что-то где-то почему-то делать? Если да, то что, защита от всех стихий, это на кого? На всех, что ли? Только на заклинатель. Лол, я не прочитал эту хрень. Блин. Ладно, ставь где-нибудь там стенку. Где-то вот здесь вот. Глядишь, подействует. С Богом, друг. У тебя что? У тебя вообще беда. Ну, то есть, да, но нет. Тебе тоже нужно как-то подтягиваться потихонечку. Дьявол из коробки не должна была убегать так далеко, но я вроде ее успел вернуть назад. Значит, бобер стреляет по ксову рипчику. Что делать в стойку? Сразу бафать бобра или пытаться... Нет, нам нужна защита от страха. Пока не разбежались, пацаны, нужно защита от страха. Я зря убегаю вообще. Слева еще огромное количество... Блин. Ладно, это мелочь, но вот слева уже серьезнее, пацаны. Бобер готовится к выстрелу уже. Я переживаю. Прям переживаю. Это приятные ощущения. Приятные. Так, а шо, ты уже кастуешь? Нет еще. Может, скорректируешь эту стенку, а? Там есть опция попасть еще по... по тем... А так скорее нужно сделать. Ну что, бобер, стреляй. Там резистов-то нет? Нет, там вычет урон десятка всего. Это ерунда. Мы проигнорим это все дело. Дьявол из корока назад. Так, Керавитосу нужно стрелять сразу у Ешку сначала вот так. Что так быстро-то? Так, бобер попал. Сейчас мы делаем защиты всем. Дьявол, ты выпьешь что-нибудь? А, нет у меня этих... Я не выпил, ни хрена. Так, давай на дракона отвлекаем. Там второй уже летит. Защита от страха. Рон насекомых. Мы пока ждем здесь бафов по защите. Давай, давай. Пока асамоны отвлекают, я готовлюсь, стараюсь подготовиться максимально к этому сражению. Стенку поставил Аллот. Хорошо, можем добавить еще чего-нибудь контролющего, наверное. Желательно хайлевельного. Или сразу разъедание. Чистый урон ослабление вот так вот сделаем. Своим попадает. Бежать надо будет еще сюда. Ладно, давай вот так, чтобы не бежать сильно. Бобер, ну где касты, ешки-матрешки, ну? Все ждут только тебя. Там не испуг. Защита от страха не подействовала на бобра. Вообще ни на кого не подействовала. А, я только сейчас кастую ее. Все, есть защита на всех. Так, один дракон обходит справа. Предлагаю сразу одного танка туда, одного же каст сюда, но не пробежит. Так, 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 так. Здесь нужно добавлять контроль, херавитас идет вперед. Надо будет еще бобром выстрелить разок по ксаурибчику и дьявол искорока успеть пробафать клинками. Фух, блин. Защита от страха подействовала хорошо. Теперь можно отталкиваться от более таких ауешных вариантов. Например, блесс пойдет сейчас. Не, не, блесс какой-то слабенький. Давай сделаем, например, бдительный страж, который позволит, если что, возрождаться с определенным количеством хп. Так, ты идешь сюда. Ты подходишь поближе. Давай сделаем сразу молнию. Дракон пролетает абсолютно спокойно. Бобер перезаряжается, Полиджина бежит. Ой, какая грязь, этот дышать будет сейчас. срочно полить желанию. Туда срочно, капец. Как же я запалю, заплить могу. Так, скорректируем сейчас стойковскую обилочку. Тут можно вот так вот сделать. Бобер перезаряжается. Дракон уже здесь. Шторм кидаем. Ок. Тут пробиваем пока клинком. Ок. Бобер, не тупи, прошу, стреляй. Ну пора. Стоикс за это самое. Оглушен. Ой, что это? Кошмарная дымка Ленграда. Что это? Я первый раз вижу это. Здоровье и выносливость скрыты. Аааа. По-хорошему надо сейчас читать весь лог. Просто читать весь лог, чтобы знать, сколько у кого жизни осталось. Потому что сейчас люди будут падать рандомно. Или мы стоик возвращается через две секунды. Кастуем, соответственно, заклинание бдительный страж. Чтобы хоть как-то с чем-то... Ладно, ты завязал. Ок. Ксурипа, добей ксурипа. Ну. Тут стонкурс еще. Класс. Попробуем оглушить. И этот оглушен. Какая грязь. 22 точность. Господи. Аааа. 22 точность. Я в шоке. Я просто в шоке. Может, длительность негативных эффектов следующим ходом попробовать скинуть. Ну, попробовать очистить вот так вот. Минус 5. Плюс выносливость. Бафнем. У меня точности не хватает. Ну, как... Бобер попал. На 60 всего. Блин. Пиявка или заимствованный инстинкт? Что делать? С такой точностью мне мало чего светит. Надо еще разок стрелять. Увы. Как это не печально. Надо еще разок стрелять. Но там мало саурипа хп. Это была ошибка. Так, а шот вроде пришел в себя. Капец. Господи, там еще один. Может ли Гранты вообще у него достаточно... у него хреновые защиты. да там наши поли джи неплохо уже из пока камене не уже застрел дезориентации 140 защиты 140 коров ащих никак не пробил без раскачки и без раскачки по бафам а мне сейчас практически некогда раскачиваться стрель на него бежать и кем-то побежишь ты можешь его долбить в общем-то но ты подойдешь достаточно близко к драконам но дробячий урон может зайти давай-ка раз здесь что здесь фигня еще раз и канцелота этого делаем блин бобром я зря не потому стрелял никуда пытаться парализовывать смысла собой нет сражение 1 3 и все тут два дракона финал очки у меня сейчас выбрали бы тратить средоточение нельзя тратить средоточение сейчас надо отстрелить принц мага например или стрелять по вот этому но стрим точи не тратить так пошел молот это по полиджи не было форма беспомощного зверя капец 13 секунд без бобер без без всего что я могу сделать персонального вредные воздействия снять но после уже после этой обилки своей сначала кинем так я тут не попадаю ощущение каким макаром все стойк кинул сейчас надо попасть вот вот этим желательно по всем полиджин там кстати периодически попадает лен грант надо убивать она очень битая то есть у нее хп очень мало если ее убьем дьявол оскорока побежит к ней о этот парализован прикольно сработал параличный дракона из-за стенки полиджина попадает 6 урона по дракона господи легкое ранение стойк 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 не тупи а ты можешь только тогда делать тогда форма беспомощного 11 секунд о пришел херавитас давай-ка с шторм селот непонятно сколько у него по здоровью но я должен прорваться к лен гранту и нанести ему вот сокрушающий 2 надеюсь он не ауешет попали джин удар при джина держится пока физический щит поставил ой как вовремя а выкрас физушный урон час на накатывает дьявол оскорока это вообще это поросенок сколько двенадцать секунд твою медь сейчас она там останется о оглушение работает херавитаса хорошо давай тогда штампанем еще одним оглушением другого типа правды это неплохо стойк готовится к ставать 120 щит ой 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 да урон хреновый тут дьявол оскорока явно юзает бутылку или там второе дыхание она от дракона потерпела очень сильно блин боберток подвел конечно меня своими 10 урона все негативные воздействия сокращаем 7 секунд осталось до окончания этого беспредела что еще можно сделать господи ты боже мой это заклинатель это длительность полезных активных воздействий можно на эту кинуть он там все равно те 120 уже не 140 что может сделать полезного стоит думай загадя решительность бобром и укрепить все что есть у нас тут или сначала укрепить сначала укрепить пока тут народ не разбежался надо укрепляться дьявол оскорока умрет первым помените мои слова так консилот бежит пытается вот до этой дать добраться мелочевки практически не осталось хорошо что она кстати осталась вот справа я смогу если что бобром нее добить надо будет подойти еще стойкам меткость апнуть стан прошел не прошел нифига сюда прошел не прошел ранение так а ты чё тупишь то ёппараси то что не там по резистам вычет урон непонятно какое недомогание нашествие насекомых кажется нужно фигарить можно сверкой кстати фигарить сверка же у нас еще урон наносит правильно ведь дробящий но лесом он идет это дробящий урон стон курс по воле у него такие же скорее связи с нужно чем-то ауешным бахать учитывая а нет наоборот что у нас за защита оп что на спали бафы странно у нас как-то бафы спали на бобром все защита обновлять разрушилась видимо защита яд болезнь яд болезнь копье хорошо может зайти но она довольно слабенькая если посерьезнее то вот такой вот разъедающий урон может помочь по всем как раз и драконы и немножко мелочи бобер вернулся вернулся бобер стреляю поэтому о ее и внимательно сейчас миша выстрел а потом все защиты держим одного дракона тут вроде с делал из коробка еще удар держится может притвориться мертвый а я не могу в этой форме притворяться неуязвимость к чему почему неуязвимость полиджи на 5 5 урона по поэтому стойком через шифт сюда пусть так он закончит я у вас коробка супа вообще да там ужас еще молитва против страха скоро закончится там тяжелое ранение у лэн гран вот и да и и надо добить маг попробуют добить здесь кстати я же могу попробовать оленя вызвать у меня же старый сам он закончился олень прям зайти должен хорошо так увеличили продолжительность положительных эффектов да дело с коробка минус может быть стоит сейчас добавить как раз и переснуть ее как раз и вереснуть потому что сейчас переключится на другие цели так давай еще разок разгидающий урон там тяжелое ранение легкое ранение легкое ранение легкое ранение бобер жду я от него выстрела по этому упырю по ксаурибчику маленькому блин потом давай не промахни столько ну как ты промахнешь там 100 просто попади классно есть 116 обновляемся защиты как раз все находятся в поле зрения глядишь успеем сделать резурект стойк хотел восстановить но попал в завязал его скрытель к сожалению умер засамоненный этот товарищ вызвали олени красавец мы уже половина сражения сейчас я либо умру либо это самое я понял все не могу я бросить уже так поворачиваю оленя да нет я пробегаю оленям колонград он при смерти уже господи или на олене остаться в смысле на этом остаться да там молот дробит его уже останемся на драконе ох стан сработал на одну секунду поможет вы какой удар а а вот олень как раз чистый урон и получает сейчас резурект идет потихонечку олень держись полиджини может все-таки выпить что-нибудь а да легкое сокращение урона при смерти еще один молот опускается я делаю еще разъедающий это разъедающее облако тут после оленя делаем а давай-ка обновим обновим молнию бобер связывает отлично бобер связывает защитой всех остальных на ксаурибчике дальнем пытается продолжить разгон легкое ранение легкое ранение блин воскрешение в процессе полиджина стоит не выпил она кажись давай там криты есть концы убили ленгранта но на мне висит это хрень еще недомогание 20 секунд она будет висеть ленгранта убили хорошо наименее защищенный дракон это вот это вот га фонерокс и скорее всего пока полиджина держится справа мы должны сейчас окучить именно этого дракона который завязан пока на лене наш господи что же делать у него окаменение действует дыхание дезориентации сознания действует окаменение пробуем пробить окаменение все-таки а на него действовала эта стена огня давайте поставим стенку хотя там будет наша мы как раз воскрешаем нет 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 нужно прям четенько пытаться сделать окаменение вот так вот так эту подругу убили хорошо здесь ужас работает к сожалению попробуем ослепление сделать на него 10 процентов вероятность попадания ее мое что у нас помолитва против страха бафы уже послетали к сожалению надо наверное сделать вот так вот бабчик на точность потом еще вот так вот бобром обязательно что с бобром-то что с ним не так опасная рана сильный ожог недомогание ой кажется сейчас просто по всем прошла хрень нужно срочно лечиться по крайней мере вот так я вижу это по полиджине вижу по эффектам бобер встает и о-моё как я кучно стою трендет сработало не сработало вроде бы или я его не сделал не воспал невероятно перебили просто до 2 заклинания не делал станку бобер кажется упал просто все он упал он резюректим бобра так давай-ка тобой да что ж такое ты давай он был тогда себя все спала эта хрень мы видим что ха ха господи никого нет пробую второе дыхание легкое ранение конечно конечно полиджина пробует воскресить тоже второе дыхание пожалуйста а полиджина сбито с ног ну надо воскрешать срочно пытаться бобра того же самого или воскрешать о может быть воскресим вот так стойк все-таки сделает например например вот так даже ты второе дыхание ну да ты не сможешь второе дыхание стойк успевает восстановить немножко выносливости ему бы малое заступничество еще сделать или я не верен что а лот успеет воскресить вот в чем дело а он сбит с ног тоже не 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 нельзя ждать надо воскрешать надо воскрешать бобра а лот должен делать вот так вот как я стою кучно я не знаю сколько там и 100 и кхп осталось как он живет вообще но два человека лежат лунный колодец пошел господи это какая грязь попробуем станчик обновить полиджина тоже умерла ну легла то есть три человека осталось если стойк умудрится восстановить его уронили на последней секунде он уже блин но это все уже что-то с ним его сбили с ног еще не совсем он не живой но и нужно воскрешать полиджину по хорошему или воскрешать даже а лоты как это ни странно чтобы он ауешным резуректом попробовал восстановить остальных и к нему не надо идти поэтому я пробую это сделать отвлекает дьявол из корока верхнего товарища тут некоторое время будет херавитас может ему засамонить этого о давай оленя еще одного сможешь оленя держись есть воскресили кого о алло там сразу свитком воскрешаем остальных господи такая аркада вообще боже мой боже мой кошмар восстановление выносливости давай сразу же нет 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 может бон нет 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 именно выносливость дьявол из корока там ранение у него уже ранение пацаны ну да сейчас убьем конечно ждем резуректа двойного пытаемся как-то пережить ой алло ты кажись алло живи алло дурак где бризурек есть встают вроде а чего хп то нет выносливость 0 выносливость 0 выносливость 0 так срочно делай резурект полиджины а лот не справился капец они встали мертвыми сразу же это упала подруга это упала подруга а в момент рез ауе прошло подплевок я понял все падает стой олени мы не выйдем с этого сражения мы завтра начнем класс супер я в восторге спасибо за то что смотрели отличная часть мне очень понравилось увидимся с вами на следующем стриме чтоб не пропустить эпичнейшую зарубу с двумя драконами боссом и пачкой никчемных ксурипов подписывайтесь на трансляцию чтобы получать уведомление о начале следующей а я пойду объяснять жене почему я не убил драконов пока